что это такое и как им быть зачем же так орать то есть он даже купил настоящий микрофон но типа все равно мы получаем вот такой звук да на амигос меня зовут местор вертонен и сегодня я расскажу вам о том что спасибо мэйсон чуть попозже зачитаю сначала мы узнаем как стать вестерн эмо предсказывал уже очень давно то что как это сказать да грядет но это грянуло то что гря грядло то что должно было пригрести то что должно было этот стиль это ковбойская шляпа этот скелетон заколка короче я анонсировал эту идею уже очень давно еще считай когда только у меня на канале выходила рубрика с названием ответвления ему культуры в общем по сути своей то что я сейчас делаю это переосмысление данной рубрики потому что в той рубрике мы обсуждали различные концептуальные идеи ну мэр кури не знаю не знаю но в принципе я смотрел местами забавно но не уверен что на того стоит по крайней мере точно не целиком и о том как можно было бы усовершенствовать ему культуру придумать ей дополнительные какие-то ответвления как готики да когда там были годы такие годы сики белые годы восточные годы западные вот и я подумал это кстати да реально но ему конечно бы не черно-розовую рафатку а черно-фиолетовую и тогда это был бы тот самый ковбой бифоп в самом прямом смысле этого слова ну бы и нет почему у нас в эмо так скучно черт возьми нет вообще никаких ответвлений никаких дополнительных интересных стилей которые улучшили бы ваше проникновение в эту культуру может быть кому-то не нравится стиль в котором одеваются около традиционный эмо так скажем да как называется не кто-то конечно же пытался сам выделять направление разделил эмо на хардкорщиков пост хардкорщиков классических традиционных это все по моему поебистика потому что отличие у этого слишком маленькие незаметно но я пошел дальше вот я представляю вам новый лук мой который лук возможно попозже король евреи просто реально когда донаты перебивают это сильно портит экспириенс чеснок блять короче почему я сейчас в таком видео видео снято 8 дней назад сейчас как вестерн эмо или вестерн эмо называйте как хотите хоть на русский хоть на американский спокойной ночи полар барон спокойной ночи и манер что такое вестерн эмо по сути по сути это один из стилей эмо культуры стилей в одежде именно сейчас я действую как законодатель мод в данный момент надеюсь кому-то данная идея понравится в общем и целом у меня была давно идея о таком вот образе и она еще была с тех пор как я заметил вот эту замечательную шляпу которая лежала не за надом у меня дома вот это вот жилетка тоже вообще вот шляпу бы в розы по в розовый покрасить из баллончика было бы просто просто до тени за надо было просто валялось шкафу а я подумал а как же мне сделать так чтобы эти шмотки мной использовались и вот и придумал просто я создал новое направление в эмо культуре вестерн эмо можно сокращать как вестерн это вам необычно какие-то эмо да если вас просят на улице типа ты кто почему так странно одет отвечайте сразу я вестерн что вообще в самом деле он здесь сейчас одет как реально член какой-то банды фоллаут нью-вегаса вестерн такое помимо того что это один из стилей в одежде у представителей эмо культуры да и часть эмо культуры вестерн это ответвление вдохновленная эстетика дикого запада что мы знаем о диком западе да там различные ковбои всякие у них там разборки с индейцами что-то они там на конях скачут туда-сюда там салуны драки шериф и всякая подобная из этой всей эстетики я решил только использовать ковбойскую вы можете конечно стать индейцам да говорить что вы индейц эмо интересно конечно мысль но так по улице ходить и не буду а вот как вестерн я хожу уже наверное второй или третий месяц потому что у нас на улице тепло погода прям как в кехасе я объясню вам сегодня как одеться в стиле вестерн эмо как вообще выглядеть как вестерн эмо да по музыке я ничего вам не скажу потому что вестерн как джонни депп в обычный день ну да но как глаза не накрашены ногти без нет нету бра короче он одет как джонни депп который успел одеться на 15 процентов мы слушаем такую же эмо музыку как и остальные эмо просто интереснее одеваются но у меня есть большая мысль на то чтобы однажды купить банджи но она сука стоит 30 тысяч и вряд ли мне на него на донатят потому что ну мои подписчики по большей части своей банджи а но как он смог сделать с микрофоном такой плохой звук типа я правда я не знаю как можно настолько зашакалить звук имея настоящий микрофон пускай даже как это китайский копеечный с лгбт подсветкой но типа даже у них какой-то уровень звука есть почему здесь звук блять как на диктофон sony ericsson k750i в которой ты еще говоришь вот так вот засунув его в рог постоянно клепуя больше похож на наклза в ковбойской шляпе из аниме по сонику ну да наклзи тоже стал эмо начал ходить в палестинке извините простите меня бомжи а бомжи слану все я перестану прикалываться на эту тему в общем если у меня будет банджа я попробую совместить эмо и кантри если вы хотите такое услышать донатьте мне на банджи 30 тысяч наберем я куплю себе электро банджи буду ебашить вестерн эмо только музыкальном формате но пока это лишь концептуальная идея и стиль в одежде так вот стиль действующего можете в любой момент одеться как вестерн эмо если вы обычная если вы норме с которой пытается приобщиться к культуре но вам не интересны все эти всякие митинги вот эти в рыбеглазные полосатые шмотки там всякие розовые штуки дрюки вот это вот все но челка нравится и нравится одеваться как ковбой то и вот этого тема вам скорее всего зайдет итак вы можете приобщитесь к к культуре обычный ладно долго тянуть больше не буду зачем я тянул как одеться как вестерн эмо какие самые просто через босс ds1 пропустил из металл зону блять яркие атрибуты у ковбоев которые можно интерпретировать и как эмо культуру я заметил что когда ковбоев на диком западе изображают то чаще всего они наше у себя носят различные плотки всякие различные его треугольные такие банданы да но они носят их на шее и по сути эту бандану или платок можно заменить арафаткой внезапно которая кстати сама по себе запланирована точно такие же условия какие в американской пустыне так сказать короче если вы вдруг в техасе да вам и вот эту тряпочку тоже подойдет потому что надо пустыню и рассчитана для пустынных условий в целом смотрите вот у меня арафат к и она одновременно может и к м м культуре быть соотнесена если вы носите и к культуре дикого запада то что не с вами штуками на шее ходит треугольными помимо этого. Главный атрибут ковбоя — это его шляпа. Да, чтобы стать вестерной Эмма, вам не нужно что-то особенного. Просто хотя бы нароете где-то ковбойскую шляпу. Хоть где-то. Хоть на сувенирном рынке, хоть на какой-то сувенирной лавке, просто хоть на маркетплейсах. Закажите себе ковбойскую шляпу, настоящую кожаную, можно из искусственной кожи, лишь бы это была кожа и это была шляпа. И, по сути, всё, да, можно на этом всём ограничиться. Вы можете дальше уже одеваться как обычная Эмма и просто надевать ковбойскую шляпу, но вы тогда... Просто представьте себе настоящего легитимного Эмма с патролами в чёрно-розовую клетку, который при этом одет в ковбойскую шляпу. Вообще, конечно, реально, если каким-то образом среди вас, уважаемые подписчики, оказался какой-нибудь из легитимных Эмма, у которого есть настоящий Эмма-прикид, и у вас дома действительно есть ковбойская шляпа, пожалуйста, сфоткайте этот лук, я хочу на него посмотреть. Потому что, к сожалению, насколько бы идейным не был Эммарём Вестерн... Нестор. Вестерн Нестор Вертанет, Квирта.нет из Квирта.нет, к сожалению, его гардероб не позволяет собрать классический Эмма-лук, поэтому он пока что больше выглядит как рейдер из Нью-Вегаса. Но вот на настоящего Вестерн Эмма я бы с удовольствием посмотрел. Да, он ведёт стримы, не, ну вот ему уже типа на какой-то фифин задонатили, как ты видишь, то есть проблема не в микрофоне. Я к нему, кстати, на стриме однажды забегал, вот, и в общем всё нормально, он не держит на меня зла. Да. Да в смысле, ну, у нас по крайней ряда Эмма котировали патрули, и более того, были типа Эммовские модели патрулей с чёрно-розовой клеткой и с розовыми шнурками, типа да. Ну, понятно, что Эмма носили, в принципе, всю субкультурную обувь, там от Castle Rock'a какого-нибудь до тех, кто были, блядь, Эмма-олигархи, до дефолтных каких-нибудь чёрных конверсов, вансов, хотя, конечно, блядь, они тоже были в 2007 по цене как для олигархов, ну, конечно, Эмма носили патрули, это было их дефолтная обувь, да, эмма-ковбои вместо стрельбы соревнуются по резьбе вен, вот так выглядит идеальный сандаленосочный двухподбородочный чахлый Виталямбус. Кхм. 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 Хм. Кхм. Фанфакт, я пару раз в детстве, в детском саду в детстве, у меня не было, у меня была батина афганская, ну, батя, к счастью, в Афгане не был, но купил, ради прикола, поэтому эту военную шляпу советских войск в Афганистане и оно, в принципе, было у меня заковбойскую, а я пару раз реально одевался маленьким ковбоем и тусил так на улице, пока мной однажды жестко не посмеялись мои знакомые, я понял, что этот мир не готов к моей красоте. А у меня реально был фулл сет ковбоя, типа шляпа, правда, афганская. То тоже, типа, жилетка, платок повязанный, рубашка, джинсы какие-то и даже ремень с бляхой большой. Я был реально самым хайповым ковбоем того района. Эти пидоры, блядь, смеялись надо мной. Они сказали, что я ковбой Хаггис. И это было очень обидно, потому что это было... Ну, не то, что правда, но, типа, это было... Панчлайн прямо в сердечко, потому что тогда по телеку шла реклама подгузников Хаггис, где были дети тоже в ковбойских нарядах. И, типа, это... Это была пиздец какая прожарка. Это был пиздец... Это был ядерный разъеб. Я так... Я так никогда и не смог оправиться от этого разъеба. С тех пор я больше ни разу не одевался как ковбой. Вот. Я... Я сказал это, я нашел в себе силы поделиться с вами этой травмой. Поэтому с вас 50... 50... Нет, стоп. Это с меня 50 евро, блядь, за этот сеанс психотерапии. Супер! Они смеялись Возьми. Просто наденьте жилетку и шляп. Всё. Уже если вы наденете футболка, жилетка, шляп, или какая-то клетчатая рубашка поэмовски как-нибудь, жилетка, шляпа, или, допустим, я даже носил со своим очень-очень тоненьким худи, чёрно-белым в шашку. Даже с ним я носил эту жилетку, собирал образ, и всё. По сути, на этом уже можно остановиться. Но надо уточнить. Ковбои, они не просто ходят. В чём пойми, да, во всём вот. И добавляют только жилетку и шляп. У ковбоев есть ещё и другие атрибуты, которые можно скоммуниздить, чтобы лучше сделать образ. А следующие корреляции эмо и вестерн. Вестерн эстетики, да, которые мы преобразуем в эмо-культуру и получаем на выходе вестерн эмо. Джинсы это атрибут эмо. Эмо носит скинни-джинсы. Джинсы это и атрибут ковбоев. Внезапно ковбои носят джинсы. Ну, ещё можно кожаные штаны. По вариации. Но... Какая горбатая гора? Это было буквально ещё конец девяностых. До горбатой горы оставалось дольше, чем я тогда на свете, в принципе, жил. Да, и ковбой. Твой священный юный кольт. Смотря к кому вы больше относите себя. К простым эмо или вестернам? Тут уже надо думать. Вы хотите скинни или вы хотите кожевые джинсы? Но я уже давно хожу, короче, в джинсовых шортах. Это выглядит, наверное, необычно. Они чёрные, джинсовые, и они такие красивые. Мне говорят, что у меня классная задница в них. Но помимо этого, можно и ходить в джинсах. Чтобы по-трусному, ну, максимально, наиболее, то носите скинни. Если вы прям именно хотите больше эмо-эстетики, свой образ. Если вы хотите по-трусному эстетику Дикого Запада интерпретировать, то нашивайте себе кожаную нашивку между ног, чтобы у вас не натирались джинсы друг от друга. А то сотрутся нафиг. Если у вас будет кожаная такая заплатка большая, то у вас не сотрутся джинсы. Они выдержат все испытания, так сказать. Конечно, нет. Ну, раз ты эмо, мне кажется, нужно нашивать не кожаную нашивку, а просто, типа, в промежность зашивать нашивками всяких эмо-групп. Типа... Лолита Лондон? Или как она там была? Не знаю, насколько я зашил... Бля, да ладно. Ну, нет, Аксел Роуз не подходит, потому что, ну, типа, у Аксела Роуза нету ни единого атрибута эмо. Это реально Джонни Депп. Джонни Депп просто в будничный день. Так выходит за бухлом на похмел. Но револьверы это то, что запрещено законом. Если у вас нету на это права, да, мы же не в США сейчас. Можно в США, конечно, револьвер с собой, наверное, таскать. Очень круто, наверное, смотреться будет. Но, простите, мы не в Техасе, у нас тут такое нельзя. Поэтому нашел более прикольное и мирное решение, и более неформальное. У меня сейчас на поясе специальная кобура для пива, как она называется, кобура для пива. Но в ней можно не только пива. на вторую солистку Токио Котел. Чтобы всегда было на кого подрочить, как известно. А на жопу Аврил Лавин. Вытаскать вообще любые бутылки, банки для... Они что-то не проходят сейчас, Илориан. Я их не могу включить, на самом деле. Я опять их тупо выключил. Поэтому, когда я их включу, они будут проигрываться все сначала стрима. Поэтому на этом стриме я уже их не смогу включить. Сорян. А вот ты домашь испалился, нью-фажина. I hurt myself today. Это кавер. Это не Джонни Депп ее написал. Да, что нашить на вторую подпорудку. Привет. Ютуб последние дни тормозит. Не думал перекатиться на ВК, Рутюб и платформу, чтобы развивать канал там? Я слышал, там платят за видосы. Спасибо, Мэйсон. Интересное предложение. И я подумаю. Слыхал Майзенберг хорошо на платформу перекатился. Скажем так. Я подумаю всерьез о переходе на Рутюб, когда на Рутюб вернется Камикадзе Ди, Озон 671 Геймс. Нахуй. Миндельсон, а также, конечно же, Дмитрий Киселев и господин Биг Брэйн. У него, кстати, топовый прикид для какого-нибудь рейва либо для концерта Гуталакса. То есть, вестерн Эмма с банкой бананового торнадо на поясе. Хотя, конечно, на концерт Гуталакса лучше баночку пивка. Да представьте, каково ходить в таком прикиде в Америке на вопрос, кто ты, отвечать я вестерн. Ну, кстати, судя по тому, что я видел по каким-то телепередачам и даже видосам, в Америке очень многие ходят куда в более эксцентричных нарядах и всем похуй нахуй, поэтому... В смысле перепутал дом аж, блядь? В смысле? Не перепутал. Так, кстати, слышал, что когда распродавали офис Гугла в Москве, там нашлась золотая кнопка, которая должна была достаться камикадзади, но так и не дошла. Блядь, это как та кулстори из Донбавского дневника Стаса о том, что... Украинские власти 15 лет хранили... Ну, типа, спрятали и не выдавали 15 лет золотые медали ветеранам. А Джонни Депп... Ну, ладно, действительно, поспешишь, людей насмешишь. Я не всегда ее надеваю, а только когда я иду с друзьями пить пивко или просто вот на видео я надел, чтобы вам показать пример, потому что у меня тут висит энергетика. И, может быть, если в какие-то походы буду ходить, я буду в этой кубуре таскать просто бутылку с водой, чтобы... Звучит, на самом деле, сомнительно, когда мне хотели отправить серебряную кнопку, мне писали напрямую из Америки. И, типа, спрашивали адрес, и, то есть, офис Гугла в этом не участвовал. Я, правда, ничего не ответил, потому что, ну, как бы, с чего бы я, блядь, буду писать свой адрес человеку из Америки, вот, но, как я понял, это реально был не факт, и это действительно, типа, серебряная кнопка, и, в общем, поэтому у меня нет серебряной кнопки. Возможно, мне стоит им написать еще раз. В течение дня выживать на этой воде. Давайте еще для тафора, да, я уже объяснил все, и так понятно, но такие можно дополнить элементы, которых у меня сейчас, например, нет, потому что, черт возьми, ну, я не миллионер, шейхи у меня не шейхи, а, блядь, бомжи, никто не... Да, да, это что, у тебя в кубуре баночка бананового торнадо, или ты просто рад меня видеть? Не тратит толка, поэтому шмоток у меня новых нет уже очень давно, неформально. Деньги приходится тратить на какие-то житейские вещи, там, на какую-нибудь оплату, блядь, проживание в доме и продукты. Поэтому я сейчас идеи скажу, которые можно использовать и которые вы, возможно, воплотите вдохновившись вот этим видео. Во-первых, вы можете надевать на руки различные кожаные перчатки без пальцев. По-моему, это очень антуражно будет смотреться, очень классно. Можно просто кожаные перчатки, но надо смотреть, какие, какие-то тоненькие. И вообще, чтобы не слишком жарко было. Поэтому, ну, если жарко будет, без пальцев. Если не будет, то можно и просто тонкие кожаные. Можете там сапоги на ногах носить, ковбойские какие-нибудь, казаки, сапоги ковбойские, можно берцы внезапно, если вот холодный сезон. Можно берцы? Тогда вы будете вестерн Эмма Скинхэт уже, а почему нет? Хорошо, Элорин. Почему ты злишься на Нестера Вертонета? Как бы, что тебе сделал этот милый молодой человек? Боже, какой же у него видок. Это не Эмма, это типичный говнарь не такусик из двухтысячных. Каждый говнарь, который ходил выделиться из говнарей, покупал себе или кожаный плащ, или шляпу. Но это другое, они же себе покупали типа готический кожаный плащ и готическую шляпу, а не ковбойскую. И все вместе. А вообще, для этого прикида ему не хватает розового боа. И какие ему скинни джинсы с такой жирной жопой. Ну, он говорит, что людям нравится. Прикиньте, реально только в голубую стрицу ходить. Ну, какого цвета? Очевидно, что если ты вестерн Эмма, то шнурки на твоих берцах должны быть розового цвета. Вы хотите оставаться в стиле? Вам можно берцы с собой таскать. Ну, или если вы любите, когда у вас ноги тухнут и плесневеют, тогда можно и в жару таскать. Если вы большой любитель, чтобы у вас ноги сгнили, тогда можно и в жару в берцах походить. Но я лично хожу в шузах, например, сейчас. И не парюсь. И они, кстати, неплохо. В чем в шузах? Смотрится, потому что у меня получается, что черные шорты, черная майка прямо сейчас с берсерком. Вроде не к силу нефор. Войская шляпа, арафатка, берцы, кобура. Идеальный лук, чтобы получить пизды абсолютно везде. Лучше, конечно, в таком луке на электричке не ездить. Я вот так скажу. В принципе, по своему району, наверное, гулять-то можно. Но вот в электричке лучше не садиться. Да, вроде все смотрится. И много-много чего еще. А теперь давайте я вам покажу свои примеры луков в данном эмо-стиле. Какие же луки можно собрать? Например, с того, что у меня есть. Поехали. Сейчас будет просто модный показ. Насконец-то будет See-Through Hole On. See-Through Hole and Try On, точнее. Я не буду ничего говорить. Просто буду появляться в различных новых вариациях данного образа. Ну, вот это, кстати, куда ближе уже. Вот сюда бы еще вот эту вот палестинку, рафатку. Постоянно путаю палестинка или рафатка, как правильно. Неважно. Типа, ближе. Но это какой-то уже тоже, как бы... На самом деле, вестерн эмо сортов уже существует. Это... Как там его называют, блядь? Дарк-рок? Ну, в общем, когда Данцик съебался из Misfits. И вот начал петь примерно такое. То есть, типа, готический темный рочок. Тайпо-негатив немножко в ту сторону можно приплести. Последние альбомы Calabrese туда идут. То есть, типа, такая, как американская южная готика. Там с этими черепами буйволов, высушенными в пустыне. Как бы это уже есть, но там, как бы... В принципе, то же самое, но без розового цвета. Типа, черепа, скелеты, черная кожа. Крашенные черные волосы. Да, готик кантри. Дарк кантри оно, по-моему, называется. Ну, в общем, это реально уже легитимный существующий жанр. Дарк сёрф есть. Да, дарк сёрф. О! Ну, как мы знаем, это же просто, типа, не просто, а ска-клетка, а не эмо-клетка. Не у майка православие или смерть? Типа, чё там, чаю, воскрешение, умерших, православие или смерть? Что ж, ну вот таковы мои варианты. Бля, ну это уже какой-то не вестерн-эмо, а вестерн-эмо-бизнесмен. Прям такой, управляющий фермой. Помню, в шестнадцатом году сделал модную диверсию, купив себе Федору. Надел её раза два, но по итогу у меня есть кринж-фотки в ней всех друзей. Моих фото в ней нет ни у кого. Виолетовый цинник, да. Скажем так, скинчики, да, как ещё можно назвать, на стиль вестерн-эмо. Это лишь мои догадки и идеи. Вы можете придумать свои, как вам можно собрать прикольный какой-то пиздатый эмо-образ вестерн-эмо. Кстати, помните, чёлка, даже если у вас ковбойская шляпа, нужна, нужна чёлка. Иначе вы не докажете, что вы эмо, вообще никак. Всё-таки... Так у него же нет чёлки, у него просто хайер. Эмо-атрибуты должны тоже гармонично и равномерно сочетаться с... Да, этот господин будет петь и неаполитанские романцы. Атрибуты медикого запада. Помните, мы сочетаем оба варианта. Они могут один над другим чуть-чуть преобладать, но не слишком много. Блин, вот бы ему, конечно, розовый пиджак. Вот. Чтобы это был максимальный бизнес эмо-кор. Не слишком сильно. Ну и плюс, помните, нужен баланс. Баланс в образе. Ну, а я надеюсь, что вам понравилось, что кто-то ещё так будет ходить, а не один я как долбоёб. Подписывайтесь на канал, потому что тут много интересных и информальных видео. Не только. Ставьте лайки большие, если вам понравилось. Дёргайте меня за... Да, комната... Мода прямо из чёрного вигмама. Обратите внимание на красные занавесы. И отвисшие колокольчики. Донатите, пожалуйста, на... Просто так, я не знаю, вдруг, ну, подержите... Ну, кстати, галстук прикольный. Типа, вот такой галстук с чёрной рубашечкой. И быть тощим, как тот чувачок. И все тянки в 2007 твои. Чёрные скини-джинсы. Классические либо вансы, либо конверсы. Чёрная рубашка на выпуск. Вот такой вот галстучек. И вообще... И чёлку поставить, типа, ну, волосы вверх. Как у Билли Джо. Он словно персонаж гей-ситкома, где герою подарили глупую шляпу. И все пытаются ему внушить, что он круто в ней смотрится. Ну, что ли. Всем удачи и всем пока. Ну, что ж, давайте... Ещё немножко... Узнаем. У него мудрости в жизни Эмма. Как скримить. Трек про Поднебесного. Вечные мучения Вечные страдания Секция я хочу Но что за наказание Бабы не дают Это всё фашист Наш строй в агенокапитализм Дайте мне секс Любой ценой Но бесплатно Простота болит Это так неприятно Столько страданий И это пиздот Ни мы, ни сбы Ни один Христос Дают наркоманам И бомжам Дают секс быдлу Но не нам Не поможет Пофигизм Пофигизм Нам всем нужен Секс-коммунизм Дайте мне секс Любой ценой Но бесплатно Простота болит Это так неприятно Столько страданий Это пиздот Ни мы, ни сбы Ни один Христос Ну я понял Текст в принципе Начинает повторяться Ладно Прежде чем мы узнаем Как же всё-таки скримить И не быть хером с горы Как известно Музыкальная пауза Дорогие мои дорогие Никуда не уходите Дорогие мои дорогие Ну что же Продолжаем Да 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 Жесть У меня на камере Борода выглядит Какой-то Слишком объёмной Она в зеркале Выглядит не такой большой Она как-то порчится В стороны Пора в барби-шоп Этот ваш идти Конечно Да Уже Подзарос Так включу Илориан Включу Просто девка без ушки Слишком длинная Она почти 5 минут идёт Да 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 Так где 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 Вот Так как же Всё-таки Скримить Да Поспал Поел Вообще Конечно Прикольно Что Вот 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 Эта Вот Легенда Нулевых Нестору Кажется Годится Едва Лени В отцы Ладно Не в отцы Наверное Всё-таки Но он Его старше Типа Лет На Хотя Я Нестор На 10 лет Старше Этот чувак По-моему Всё-таки Помладше Меня Либо Мой Ровесник Ну Типа Короче Вы Поняли Мне Реально Придерживается Своего Стиля Вестерн Эмо Буэн С Диас Блять А я хотел свет по-другому поставить Да тут в принципе Как не ставь Особо Разницы Нет Блять У меня опять Первое видео В рекомендациях Что Что случилось На Донбассе Ёбаный рот Блять Да что ж такое Ой Сейчас Секунд Здоров Нестор Вроде Прозвышался Бэна Сдя Синьё Синьёры Инсиньориты Меня зовут Нестор Вертонен А вы Находитесь На моем Неформально Развлекательно Познавательном Канале Про Различные Неформальные Субкультуры И не только В целом Конечно же Он посвящен Сугубо По большей части Эмо Ножки Субкультуре У меня У меня Не было Никакого Микрофона Чёрт возьми Я Выживал Как мог И я Даже Так Умудрялся Снимать Видео И у меня Конечно же Был на них Мега Трэшовый Отвратительный Звук Люди Страдали Люди Не то что Сейчас Писали Что у меня Говно У меня Вообще Нестор Судя по футажам Конечно Выглядит Таким Реально Амбалом То есть Рост Под 2 метра И при этом Он ещё Типа Такой Здоровый Прям Большой Пельмень Он реально Взял Такие Типа Занавески Из советской Спальни Красной И типа Сделал себе Красный Уголок Литероли Слышно Мой Экстрим Вокал Просто из-за Хуё Счастливый сенатор Вот качество записи звука Тогда я ещё Более-менее Подгроуливал Ну либо же Пытался это делать Ну у меня хотя бы Получалось какие-то Примеры для этого делать Сейчас я Гроулом Вообще не занимаюсь Поэтому этот гайд Сегодня чисто на скрим Потому что Технику скрима Я развил неплохо За последнее время Я постоянно скримлю Постоянно ору Под эмо песни Постоянно скримлю под них Получаю от этого Огромное удовольствие И я хочу вас тоже Приобщить к этому Таинству Но прежде чем Я начну объяснять Как это правильно делается Я сделаю пару пояснений К своей первой части Данного гайда Первой части Которая вышла тогда Дело в том Что в комментарии Под этим видосом Понабежала огромная толпа Мамкиных экспертов Которые начали заявлять Что я нихера не умею Не скримить Не гроулить Что я ничего нового им не сказал Что я всего лишь делаю штрабас И больше нихуя Типа О чел штрабасит Ха-ха-ха И больше ничего не умеет Какие гайды Не соскримил Не прогроулив Что ж ребят Ну вы сегодня посрёте Потому что Во-первых Этот гайд был гайдом Чёрт возьми Тренера не играют Это раз Во-вторых Гайд создан для чего? Для того чтобы По каким-то советам практически Можно было научиться Какому-то навыку Вам не обязаны сидеть И полчаса петь песни Сука экстрим вокалом Если вас учат это Вам могут вообще чисто теорию Рассказать без практики А я рассказывал как раз таки Дохрена теории И каких-то советов Как можно вообще выйти на экстрим вокал Какие могут быть предъявы ко мне Как человеку который учит экстрим вокалу Я могу вообще не практиковать экстрим вокал Но знать теорию экстрим вокала Чтобы преподавать её вам Ваш учитель в школе Может никогда не ставить Физических экспериментов Допустим Ньютоновских опытов каких-то Но рассказывать вам о том Как Исаак Ньютон ставил опыты Если блять вам расскажут На уроке физики или химии Про какой-нибудь адронный коллайдер Это же не значит Что ваш учитель Прямо сейчас после этой лекции Поедет встанет И доберется прямо блять до Европы Начнет хреначать на этом коллайдере Какие-то частицы Друг об друга сталкивать Какие-то измерения проводить Нет Учитель учит Он не обязан делать то Чему он учит Это раз Но сегодня Что Говорится мы вам новость дали А правда это или нет Решайте сами Такие гундосы Засранцы Которые докапываются До каких-то гайдов Чтобы они обосрались Сегодня будет скрим И скримить я простите Умею Насчет Гроула уже не уверен Потому что я им просто не занимаюсь Я его забросил Но скримить я научился отличить Даже по сравнению с тем Чему учил до этого Ну что Теперь давайте попробуем Повторить то что было в предыдущем уроке И я объясню уже теорию И практику получше Ну и плюс покажу на своем примере Как правильно скримить Как правильно Да сейчас будет Хеллскрим Академи О Гомарджоба Сибирторианец Леша Передусь за проезд Только что вернулся из баров А тут такой подгон Будет подо что завтра работать Я вот скоро сгоняю в Ереван И в связи с этим вопрос Почему в Штатах Образ сварливой тетки Назвали типичным армянским Эминем Карен Вы армян зачем трогаете Армяне вам что сделали Да Возможно это наоборот Были происки армянской диаспоры Которая довольно большая В США Особенно в LA Я слыхал Вот И это их как бы Какой-то PSYOP Здравствуй на центре Как же блин это делать Сегодня покажу вам Вокальную технику заодно Давайте начнем с нуля Что такое по сути Своей вокал Вокал это издавание звуков голосом Да по сути Вокализация это их сказать Издавание каких-то различных звуков Разной тональности С помощью голосовых связок Есть чистый вокал Есть экстрим вокал Есть какие-то промежуточные стадии Но мы их обсуждать не будем Чистый вокал чем отличается Если вы поете чистым вокалом То вы используете свои голосовые связки Но чаще всего Перческий голос у человека Может отличаться от его голоса Которым он разговаривает Потому что он будет более Скажем так С чистым звуком Да вы как говорите Чаще всего у вас звук засоренный У вас могут быть не все ноты Попадают ноты Так сказать Тональности и так далее Тому подобное Но при этом когда вы пытаетесь петь Вам нужно более-менее идеально это делать И поэтому у вас более яркий вокал Но что такое экстрим вокал Да вы по сути не используете Свои связки практически Но вы скорее используете Ложные связки А ложные связки Это способ собственно Убрать обычные связки Да не использовать их вообще Но при этом издавать звук Проходящий в искажении И при искажении Этот звук уже будет Собственно экстрим вокалов Возможно я немножко Это все занудил Я реально сейчас как учитель В школе какой-то объясняю Но можно ли мне быть иногда серьезным А не нести какую-то чушь От которой я ржу И кто-то кринжует Так вот Да тут Харлей Дэвидсон И ковбой Блейзер Если вы используете чистый вокал То это звучит примерно как Ну я не знаю Давайте какую-нибудь песенку Для примера спою Вряд ли она сейчас попадет во все ноты Потому что я толком не распевался Ну допустим Ну это для примера Это просто чистый вокал Но при чистом вокале Вы используете все связки Если вы делаете экстрим вокал Ваши связки расщепляются Пропускают через себя воздух Отчего воздух вибрирует Получается совершенно другой звук Головной звук Как его называют Там надо особым образом это делать И во-первых Как можно выйти на экстрим вокал С обычного Во-первых Если вы знаете Как скрипит Какая-то несмазанная дверь Опять же Выходим мы на штробас Как мы выходим на этот звук Да вот дверь скрипит И мы ей подражаем Мы делаем звук скрипучей двери Просто скрипим Типа по сути связками Ваш скрип Вот такое происходит Вы скрипите связкой Но Ваша задача Что сделать Чтобы получить скрип Ваша задача Чтобы получился Немножечко другой звук Используя вот эту вот Модуляцию Вот этот вот способ Издавания звука Вам можно издать Искрип Просто нужно постараться Но Это не очень простой способ Если честно Есть попрожие Я думаю это он и есть Волтанум Просто упрощенный способ Вы можете подражать Каким-то животным Я в прошлой Своей попытке Снять гайд Пытался изображать кошечку Но потом Оказалось Что некий Виталя Тоже изображал кошку В своем гайде И получается Я неосознанно Возможно Это скопировал Поэтому пошел Виталя В одно известное место Сегодня Сегодня Кошечку Гриша Забирать Не Я только Только жучку читал Хочешь за жопу Укушу Мы немножко другой звук Будем использовать Который тем более Ближе к скриму Знаете в чем дело Чтобы сделать Вот этот звук Упрощающий Ваш экстрим вокал Вам нужно иметь Некую степень Самоиронии Кто мы такие Мы эмо Кто эмо По мнению быдла Сейчас вы поймете В общем Я вам хочу сказать так Есть птицы В дикой природе Или домашней природе Как это назвать Зависимо от того Как посмотреть Которые почти всегда Используют скрим Почти всегда При своей вокализации Начинают скримить И Петухи Эти птицы Прирожденные мастера скрима Ну и не только Ну вообще Хорошие вокалисты Сами по себе Нет Это не соловей И это не орел Но просто слушайте Вы поймете Вот вы сели Да И потихоньку Начинаете Начинаете А потом получается Расщепление Все больше В общем слушайте Ну это действительно звучит Как скрим Ну и потом Можно уже скримить Чисто с тем Что вы получили Эмарь закукарекал За место Авроры Ладно Я надеюсь Вы посмеялись Хотя бы да С того Какая ирония Получается Эмма Считается По мнению большинства Тели самыми Птицами Которые издают Такие звуки Ну а в принципе Хорошая техника Для реализации Экстрим вокала И в общем Из того что вы Вот сейчас получили Да вот он Вот почему Кока Корр называется Можно его использовать Для допустим Вокализации каких-то песен Но в целом Я вам советую Прежде чем начинать Заниматься экстрим вокалом В том числе скримом Пожалуйста Распойтесь Спойте там Пару-тройку песен Как-то вот связки Надо разминать Это собственно мышцы Вы как спортсмены Которые разминают Свои мышцы перезарядки Им тоже нужна разминка Разминка это распевка Как раз Спойте 5-10 песен Каких-нибудь Спасибо Дени Да нет Я не банил Типа У ютуба есть Неотключаемый Фильтр Поэтому Я ХЗ О СМР на Белорусской море Бонжовик Говновоз Говновоз Не-не-не-не Просто подпойте Под то Как вокалисты Это делают Можете даже пытаться Скримить Если хотите Главное Не сломайте Все связки Главное Делайте это По технике Не харжем А скримом А скрим это расщепление Собственно головной звук Который издается Благодаря вот Собственно Ну он кстати На самом деле Как будто бы шарит И если тот трек Который я вставлял На стриме Включал В прошлый раз Когда я его смотрел И реально записал Он То в принципе Он реально неплохо Умеет это делать Хочу вот Специально Сказать Каждому хейтеру Каждому Блять Кто мне писал Ой ты не делаешь Экстрим вокал Это у тебя Все Ебаный Штрабас Я вам хочу Сказать отдельные Комплименты Еще тем людям Которые на моем кавере По джанейру Докапулись До моментов С экстрим вокалом Которыми нужно было Блять попасть в тайминг От этого приходилось Изъебываться Чтобы это все Лучше попадало в тайминг Я хочу тем людям Спеть вот сейчас Экстрим вокал Я не дал Убрат Вашу мать Пидоросы Блять Ну это какой-то Тупо зомби Из Half Life 2 Ну ладно Немножко поезжал Немножко поскримил Как же меня блять Все время вымораживают Эти комментарии Тебе надо научиться Скримить Ты хуёво скримишь Чел Да ты не скримишь Блять Каждому 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 сейчас Это адресовано Каждому кто-то хуйню пишет Мне Ладно Минутка лирики И зло бы кончилось Чуть-чуть Чуть-чуть позлились Но я хочу сказать Что скрим По большей части Это довольно высокий звук И чтобы максимально Научиться скримить Я вам еще советую Научиться Использовать фальцет Что такое фальцет Это очень высокий звук Как разговор Микки Мауса Типа Что он меня Сто процентов Напоминает Своими прикидами В дешевых боевиках Девяностых Были максимально Карикатурные бандиты Вот они были Как-то так и одеты С фальцет У вас получится Лучше скрип Я могу и с голосом С обычным сочетать Потому что он у меня Сам по себе Довольно высокий Я скорее что-то Ближе к тенору По голосовым каким-то тембром Поэтому у меня Довольно высокий голос Я могу и просто Попытаться своим Обычным голосом Это сделать Типа Я ебал ваш рот Не, увидите У меня все равно Высокий в итоге Выходит Чуть ли не на фальцет Опять же Поэтому вот Лучше с фальцетом Добавляйте фальцет Чтобы получился Наиболее прям такой вот Режущий уши звук Прям наиболее скримичный Наиболее визгливый Такой Еще хочу сказать Главное еще Научитесь в таком состоянии Произносить членораздельные звуки Потому что например Когда я записывал кавер Для Джейнэйр Там под конец Мне пришлось брать Две дорожки Там был мой оригинальный скрим Это был более высокий звук И он прям пробивался Но было слышно Блин Ну это что-то совсем не файлосмертное Мне было очень впадло Все это перезаписывать Потому что Использовать скрим Мне начали писать Ой Научись скриму Блять Либо играй сейчас Посмотри как курица Куда хочу Да там В сарае какой-нибудь Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко Ясно Короче Удачи Данному вестерн-эмо А мы с вами Окунемся пожалуй в классику Дорогие друзья Сергей Симонов Техника олигархов Бэнк и Олфсон Не для вас крестьян Этот фрутикер аэро Мы дома Всем привет Дорогие друзья С вами Сергей Симонов Такая фотка на обоях Прямо Виктория Викторовна Накрытый праздничный стол Симонов и вы на канале Да хз зинди Может ты что-нибудь ватное писал Я тебе реально забанил Добра и позитива Добра и позитива Сегодня будет очень интересный выпуск Посвященный моей бытовой технике Потому что очень много собрал Один из комментариев под видео Рассказать о том Какой я пользуюсь бытовой техникой Он набрал очень много лайков И я вот решил сегодня записать На эту тему выпуск ролик Рейтейм сетап Получается Сергея Симонова Я скажу честно Что я любитель хорошего звука Я любитель хорошей картинки Мое предпочтение Уже давным-давно было Отдано датской фирме Бэнкен Доллсен Сейчас мы с вами посмотрим Что у меня есть От данного производителя Расскажу о плюсах Этой компании О минусах этой компании Конечно Сразу хочу сказать Что это контора не дешевая То есть это в принципе Штучные эксклюзивные вещи Которые Ну не особо не эксклюзивные Это литер ли масс-маркет Типа Они производятся фабрично И продаются в магазинах Многие из вас Кто живет в крупных городах Видели бутики Фирменные центры Бэнкен Доллсен То есть это все делается По индивидуальному Скажем так Проекту что ли То есть каждый изделий Имеет своего Духовного такого вот Наставника Исполнитель автор Что это за пи... Ну типа Есть дизайнер У каждого изделия Как и у любого другого Изделия Всегда есть дизайнер Например Дэвид Льюис Один из Скажем так Экспертов области дизайна Компании Бэнкен Доллсен Изобрел Очень много разных колонок Апустических систем Телевизоров Ну об этом чуть попозже Ну сразу хочу представить Вот мой Кодинент Он в принципе так и называется Компании Бэнкен Доллсен Он выполнен в виде С двумя с такими Блин ну прикольно Он прям даже тумбу купил их Открывающимися дверками Зеркальными Да Это тоже все производство Бэнкен Доллсен В принципе функционально Здесь есть несколько стеклянных полок На которые можно положить Там соответственно Разные DVD UPS И все что с этим связано Хочу подчеркнуть Что ножки тоже регулируются По высоте Чтобы все это стояло На одной плоскости Все это было ровно Это называется Вот такой шкаф как шкаф Ножки прикольные Ножки прикольные Да Существуют разные Есть трехсекционные Двухсекционные Короче говоря На ваш как бы Дизайн Также вот хочу сказать Что один из телевизоров Компании Бэнкен Доллсен Называется Био Вижн 732 Диагональ соответственно Да Они тоже есть в разных Цветовых решениях Задняя часть выполнена В таком знаете Вот посмотрите Сзади На таком хаучуке Что ли прорезиненный Такой материал И точность Плазма Кажется плазма Судя по толщине Тоже материала Выполнен сам кабинет О котором я рассказал ранее Да То есть вот этого Такого вот Нескользящего как бы вида Да Соответственно Есть разные варианты Для постановки Есть так называемый Поворотный механизм Но мы его не заказывали У меня в Москве Поворотный механизм А здесь просто такая вот нога Есть точно так же Крепеж на стену Боковой Фронтальный То есть все разные По высоте По длине То есть можно поставить На кабинет Можно на ножки Поставить на пол Все это тоже эстетично И красиво выглядит Ну такое По-моему не лучший их дизайн Ну типа просто телек на ножке Не могу сказать Что я прям впечатлен Вот кинескопники Они конечно делали Да Там действительно Было мое почтение С роботизированной ногой И со шторками А тут ну типа Ну ножка и ножка Видите да Документы тоже выполнены На специальных таких папках Очень красивых Есть международная гарантия Соответственно есть инструкция Как вы видите на русском языке Очень качественная Красивая полиграфия Есть справочник Соответственно Можно посмотреть Настроить Все есть тоже в общем-то На русском языке Входы-выходы Тоже в принципе Очень удобно Чем хороший этот телевизор То что он сочетает в себе Интересно конечно Сейчас знаете Дону Симону Спросить Какую технику для дома Он может посоветовать Какие телевизоры И аудио сетапы Он предпочитает На чем лучше служить Либерту И Дон Симон у руля А также струячим С Дон Симоном Да ладно Разберемся Сейчас 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 Да 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 Удобные функции Такие как DVD Встроенная Окей Это прикольно Это уже прикольно Ладно Телевизор Хотя конечно тоже Типа довольно Почему нельзя было сделать Слотовую Боковую загрузку Зачем Типа эту штуку Вылезающую Которую Еще и сломать можно Что тут еще есть Есть также Возможность радио Здесь есть точно так же Возможность подключения Всевозможных дополнительных устройств Многие из вас наверняка спрашивают Что за пульт у меня Вот этот Или что это за телевизор Значит это Тоже компания Бэнк Эндоллсом Представила Скажем Внимание своих Видите здесь написано Бэнк Эндоллсом Представила своему Соответственно Покупателю Био 5 Это называется Значит это управление Всеми функциями Это мультипульт С которым Блин Это конечно прикольно Это да Это стилево Конечно Не уверен Насколько это эргономично Какой-то Кухонный таймер С пределанным микроэкраном Но выглядит стильно Включение Выключение Соответственно Телевизора И вообще Всех электронных устройств Дома То есть это типа Умного пульта Так называемого То есть можно запрограммировать Кондиционер Можно запрограммировать Телевизор Пылесос Все что угодно Короче говоря Здесь есть точно И как форшедоинг На экране появился Дон Симон Из прошлого Но радостно Обнимающийся С бутылкой бухла Наполовину пустой Хоть это конечно Наивинище какое-то Всего лишь Доброе утро Владимир Здесь есть точно так же Управление DVD Спутником Аудиосистемой Подключение Видеокамеры Так как я видеоблогер Очень такая удобная Подключение Видеокамеры Так как я видеоблогер Да Удобная скажем так Функция которая Говорит о том что Вот плюс еще такого Пульта заключается О чем говорит В том что здесь Можно запрограммировать В принципе все кнопки Так называемые каналы С иконками То есть первый Второй Там вести Какие у вас есть И соответственно Нажимая на эту иконку У вас будет переключаться Именно на тот канал Который Мы захотели посмотреть Тоже вещь полезная И хорошая Ну и соответственно Громкость Звук Все это тоже Как с пульта диджея Управляется Ну вот многие у меня видели В московской квартире Вот такую доп станцию Для iPad'а BioPlay A3 Тоже они есть разных Цветовых решений Вот у меня белое Есть черное Есть красное То есть ставится горизонтально Вертикально Либо по плоскости Соответственно Как расположение Как монитора Тоже это у меня Как бы есть штука Удобная Хорошая Вот видите какая Качественная полиграфия Но вообще классная штука Дальше вот такая вот Дополнительная станция В принципе я тоже на нее Делал отдельный обзор Можете посмотреть Может быть даже ссылку В описании оставлю Называется эта штука BioPlay A8 Разные существуют Возможности для вставки колонок Есть с интересными Смешными смайликами Есть просто белый Красный, желтый Есть так называемый пульт К нему Вот так вот он выглядит Включение, выключение Вот такой вот Ну как Элис Я надеюсь она была Хорошей соседкой Маленький удобный Букат приятно Держать круглого Такого видите вида Точно так же я покупал Компанию Bank & Go Со специальные такие подставки Металлические Типа 50 евро за штуку Скорее всего Просто кусочек металла Типа подставка для чего Вот эта штука В принципе видите да Здесь что хорошо То что есть разъем Под разные соответственно Устройства да Под iPhone 5S Блин ну мне прикольно Бенки Олфсон И Олдовый Браун Это же одна и та же Школа дизайна Короче у них реально Очень классные дизайны Индустриальные То есть Такая прикольная штука Просто прибиваешь К стене Это хуяк И док станция Для iOS устройств Типа чтобы в музычку играть Прикольно Круто 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 Я удивлен Как бы Я даже Ну прям Действительно удивлен Впервые вижу Чтобы Дон Симон Действительно Вложился деньгами Во что-то со вкусом Не в какую-то Цыганскую хуйню А действительно Типа в прикольную Экосистему Бенки Олфсон Вот Она конечно Несколько выбивается Своей сдержанностью И минималистичностью На фоне цыганских Интерьеров Дона Симоны И вот Его розовых кухонь И прочего говна Но в целом Конечно Да Типа Найс Ну реально Это очень странно Человек ходит В фейковый Сервис-центр Эпла Чтобы ему там Это Стекло На экран Наклеили И Приносит им Реально Какой-то Ну не паленый Но реально Перепакованный Рефарбушный Айфон Но при этом Шарит За Бенки Олфсон И прям Покупает Предмет Экосистему За исполнение В караоке Собственного Кавера Вставай Техас Вставай Мой штат Родной Пару раз Чуть не прилетела По ебалу И вот думаю Если сделать Караоке На это Прилетит Или нет Ну в смысле За Техас За что Хотя конечно Техас Более не актуален Сейчас нужно Вставай Блять Нет Спасибо Но я не буду Ставить Нейрокаверный Русский Сейчас нужно Писать Вставай Лондон Вставай Грейт Бриттон Родной Прогоним Осуждаю Вместе Соответственно По старую версию Айпэда То есть Ну не покупайте Китайские Китайские На них не работают Вот эту фирменную штуку Я купил За 30 евро Соответственно В Apple Store И все работает Также вы видите Так называемый Банан Или обычный телефон Домашний Называется Биоком 2 Плюс этого телефона Заключается в том Что во первых Это все точно Также можно Подобрать Цвет и дизайн Вашего Жилища Также отсюда Можно регулировать Громкость Всех аудиоустрой Включать Да Посмотрите Как Дон Симон Выглядел При пятом Айфоне И как Дон Симон Выглядит При пятнадцатом Вот и делайте Выводы Телевизор И аудиосистему В принципе Что тоже удобно То есть разговаривая По телефону Вы можете плюс-минус Убрать Соответственно Громкость Со своего устройства Видите Он алюминиевый Тяжеленький И существуют Разные варианты Цветового решения В Москве у нас белый Здесь вот такой золотой Что тоже Можно красиво подобрать Также видите Вот колоночки У меня нет На полной Точно так же Этот крепеж Можно сделать Соответственно На стены По высоте Пониже Повыше Вертикальное Горизонтальное крепление Называется Также они бывают Разных цветов Разных цветовых решений Поэтому тоже Для Либерты Либерта так играет Мое почтение Вот такие вот Наушники Бэнкнолловсом Тоже есть разные цветовые решения Вот эта модель называется А8 В таком кожаном Соответственно Чехольчике Ну потрясающее звучание Конечно Все это тоже регулируется Все это двигается Очень как бы Удом Прикольно Захотелось собрать Тоже сетап Бэнкнолловсона Конечно Но блядь Его с Ебэя Притащить будет очень дорого Что ли да И вторая модель Фром 2 Вот такие вот Тоже разные цветовые решения Разная регулировка Соответственно Звучание что в этих Что в этих просто превосходное И вот еще Ну Дима Мы там Точнее Я задетектил Скорее всего Там еще и кабель был паленый Ну вот Ладно бы они просто Пленку перетянули Но там Кабель Как будто бы реально Паль была Немаловажная штучка Такой брелок На ключах То есть соответственно Уходя из квартиры Например у вас работает Одновременно и телевизор И аудиосистема Вы нажимая например Аудио Выключаете аудио Выключаете видео Лайт еще есть Точнее так же можно сделать Так же и подсветку в своем доме И закоммутировать ее На систему Бенкон-Доллсона На тот пульт То что я вам показывал ранее И все это у вас будет дружить С этим пультом Вот тоже удобно Ну так прикольно Есть второй пульт Называется он Биво 4 В принципе он точно так же Управляет всеми устройствами Бенкон-Доллсона Вот это более их старые дизайны И они конечно Выглядят еще Круче То есть вот Бенкон-Доллсон 90-х нулевых Там прям такие вот Ультимативный минимализм Офигенный Здесь есть включение Аудио, видео, телевизора Есть так называемая Вот такая вот Скажем так защита Для того чтобы не включать Одновременно разные устройства Тоже все это предлагается Компании Бенкон-Доллсона Точно так же есть Видите такая замечательная Подставочка Вот такой перемен декора Что тоже Наверное евро 50 стоит Мне кажется очень стильно Впишется в ваш интерьер Очень уникальное изделие От компании Бенкон-Доллсона Биотайм называется Я его называю флейта В принципе это будильник, часы И видите да То есть можно в любую сторону И будет соответственно переворачиваться Здесь можно Плюс этой штуки в чем Что можно запрограммировать Например включение будильника Вот таким вот движением И у вас будет например Включаться аудио Например какой-нибудь звучание Или радио Или телевизор Или определенный канал В принципе штука хорошая И тоже как мне кажется Элегантно и стильно Впишется в ваш интерьер Так же здесь Блин ну прикольно Прикольно что он умеет Включать аудиосистему Для будильника Это реально очень круто Подсветка В принципе конечно Вот все бы пульты в целлофан Чтобы Чтобы не пострадали Также можно сделать Настенное покрытие Ну крепеж на магнитике Соответственно да Подлиньше Подальше Тоже как мне кажется Интересно Еще один телевизор Вам покажу Сейчас в кармане В месте где должен быть Универсальный пульт Лежит универсальный мармыш Бенкен Долсон 623 Диагональ Удобный компактный И узкий телевизор С отличным звучанием Отличной картинкой Плюс этого телевизора Еще заключается в том Что здесь есть так же Встроенное радио Но нет DVD То есть плюс какое то Что в принципе Опять же можно все это дело Закоммутировать Они будут дружить например Со всей системой Которая у вас есть в квартире Там в вашем доме Бенкен Долсон Точно так же есть Крепежи настенные Напольные Здесь можно накрутить Специальные ножки Поставить на стол На письменный То есть в принципе Это удобно Вот то о чем я вам говорил То есть регулировка Есть абсолютно разная Настенная И плюс этого телевизора Еще закрываешь ТСВ Включается в том Что он может быть Просто использован Как монитор например От компьютера Как мне кажется Это тоже В принципе все Что я вам хотел Сегодня рассказать Хорошая техника Достойная Также эта техника Используется И в автомобилестроении Потому что сейчас Например новая шестерка БМВ Которая вышла Соответственно тоже Максимальная комплектация Включает в себя Аудиомузыку От компании Банкен Долсон Опция дорогая Больше 200 тысяч рублей Она стоит Но в принципе Звучание конечно Ничего себе хорошее Но это тема отдельного облика Так что ребят Жду ваших комментариев Жду ваших Может быть там Может быть каких-то своих Историй по компанию Банкен Долсон На самом деле Легендарная марка Мне она нравится Пользуюсь ей уже Ну порядка 15 лет И не пожалел Все С вами был Сергей Симов Чао Сергей Симонов Обзор видеокамеры олигархов Panasonic HTW850EE Это вам не iPhone 13 Pro Спонсор выпуска Сеть японских кафе Марукамы Пожалуй лучшая Лапша в городе Хочу сегодня рассказать Про интересный канал Посвященный достижению цели Охуеть Две рекламы подряд Пес Ты че Попутал блять Да Вот олдовый ютуб Вот тоже Обратите просто внимание Каким раньше был ютуб Просто на ютубе у тебя Сбоку Окно Популярные каналы И там типа 15 каналов Которые у всех высвечиваются Которых знают все Катя Клэп Мистер Макс Мисс Кэти Марьяна Рован снизу Пайц он просто 53 цели за 365 дней Автор видеоблога Путешественник и предприниматель Александр Редькин Чем же он интересен Спросите вы О тем что Его автор доказывает себе И окружающим Что любой человек Способен добиться желаемого А главное Захотеть и Привести мечту Из разряда желаний В разряд планов Каждую неделю Александр Редькин Достигает по одной Своей цель И выкладывает На своем канале Видео по шаговой инструкции Его задача Ну-ка давайте Быстренько чекнем Как сейчас поживает Александр Редькин И поживает ли Вовсе Ну че Он переименовал канал В школа Имени Александра Редькина Он умер Просто есть видос Смерть Александра Редькина Ну это наверное Какой-то Фэк Вряд ли кто-то ведет Канал школы имени Александра Редькина Блядь Или это реально Школа имени Александра Редькина Потому что он уже умер Блядь Он реально умер Канал дальше ведет его брат Тут реально школа Короче Астрология Плюс бизнес Плюс духовность Плюс мотивация Да А почему умер Есть астрологическая аналитика На смерть Александра Редькина Да Ты либо умираешь Александра Редькина Либо живешь достаточно долго Чтобы стать Доном Симоном Да Да Реализовать 53 цели Он умер просидев На спорванне С водой Плюс 9 градусов Я даже загуглю еще раз Редькин Причина смерти Умер 3 августа Кстати 2 дня назад Годовщина была 21 года В возрасте 36 лет Спустя 3 недели После дня рождения Нездолго до этого Александр Наспар Просидел в ванне молодости Наполненной водой Около 9 градусов По Цельсию После чего У блогера поднялась Высокая температура Несмотря на недомогание Редькин поехал в Краснодар А затем на малую родину Позже больного Определили в Няганьскую больницу В Ханты-Мантийском округе Александру сделали тест На коронавирусную инфекцию Который показал положительный результат Позже именно COVID-19 Который ухудшил состояние Больного после холодной ванны Обозначили как причину смерти Что могу сказать Ну Наверное не надо В таких спорах участвовать А если уж участвуешь Наверное надо ехать в больницу А не в Краснодар За один год Ну вот я тоже наверное Сходу оформлю подписку На его канал Подпишусь так сказать Значит достижение Даже самой маленькой цели Делает в принципе нас всех счастливее Заставляет гордиться собой Ну достиг цели получается Что я могу сказать Ну типа ну я не понимаю Ну просто блять Ну зачем Нахуя Может быть счастливым уже сегодня И для этого нужно Не так уж много денег и времени Счастье измеряется Не в материальных вещах Домах, квартирах, машинах А прежде всего В ярких впечатлениях Позитивных эмоций Это был 21 год Это были уже не отголоски Это был еще COVID И улыбках близких людей Ну много видео Кстати он снимает На своем канале Выкладывает Реально очень много То есть и как заработать Как отдохнуть В путешествии Все это тоже есть И это тоже еще не все Второе направление видеоблога Это удаленная работа На его канале регулярно Появляются полезные Вот видеозаметки Об особенностях удаленного Заработка в жизни И в путешествиях Александр Редькин Проживает вместе со своей семьей На острове Бали в Индонезии Последние 5 лет Работает исключительно удаленно В видеоблоге он делится Секретами работы через интернет Наглядно демонстрирует Особенности жизни на Бали Рассказывает как лично ему Удалось совмещать путешествия С удаленной работой Александр эксперт По трудоустройству в интернете Он трудоустроил уже Более двух тысяч человек В своих видеороликах Он поясняет Почему абсолютно каждый Может в интернете зарабатывать Подсказывает С чего лучше начать Свой путь новичка Ну в принципе я еще раз говорю Ребят, канал-то в общем-то Реально очень интересный Познавательный И главное мотивирующий На активные действия Подпишитесь, я уверен Что вам тоже понравится Ссылка Ну, как показывает жизнь Далеко не на все действия Следует активно мотивироваться Иногда нужно просто Скипануть катку Оставлю в описании Всем привет, дорогие друзья С вами Сергей Симонов Канал Добра и Позитива Вас приветствует сегодня Москва, Россия Солнышко, лето Все классно, здорово И в сегодняшнем выпуске Я, наверное, хочу сделать обзор На свою камеру Которую я приобрел Ну, буквально Прямо перед видео People 2015 Я реально ей очень доволен Сегодня расскажу о ее плюсах О небольших минусах Тоже, наверное, да Поговорим сегодня Протестируем зум Выйдем на улицу Посмотрим, как сказать Все попробуем Попробуем приближать Со штатива С руки, так сказать, да Включим стабилизацию Выключим стабилизацию В общем, ролик будет интересный Ну и, конечно, вот вы уже видите, да Прямо перед вами Соответственно, находится то, наверное Что и я, и вы, и мой подписчик Вместе заслужили Вот я нашел такое вот местечко Этой серебряной кнопки Вот, если видите, здесь все написано С7-100, 100 тысяч подписчиков Не мог вам не показать Именно то место, куда я это все дело прикрепил Вот, так что Это наш с вами, так сказать, заслуга И большая удача То, что у нас вместе с вами есть Такая награда Ладно, смотрим сам ролик И, друзья, в общем, вот сама камера Она находится в моих руках Panasonic Full HD RCW850 Модель 2015 года Довольно-таки компактная Удобная Ну, вот я пользуюсь ей уже несколько дней Как вы видели вот из моих последних роликов На моем канале Камера довольно-таки необычная Значит, ну, прежде всего Внешне эта камера почти не отличается От своих вот предшественниц, да Средней и высшей ценовой категории Ну, традиционный форм-фактор, так сказать, да Большой поворотно-кидной дисплей Вот так вот он выглядит Поворотный То есть в любую сторону можно повернуть Вот только поворотный глазок находится С краю дисплея вот здесь вот Он немножко смущает, вроде бы, да Ну, мне кажется, что в этом и есть И заключается, наверное, основная фишка данной камеры Все продумано И, в общем, довольно-таки удобно сделано То есть здесь есть специальный фиксатор Который до щелчка, если вы его закрываете То есть он, соответственно Камера выключается Как только вы его поворачиваете Соответственно, можете двигать Вот в таком и вот в таком положении Типа селфи-камера вторая И, соответственно, делать съемку То есть эта камера позволяет снимать оператора И позволяет снимать, например, то, что происходит впереди Как бы камера marginalized Что тоже, мне кажется, очень удобно Но объектив открывается защитными шторками которые находятся здесь вот, да? Которые забегаются вниз при включении, тоже снимают. Все это дело происходит по Wi-Fi. Ну, короче, просто камеры, я понял. И, на самом деле, это никакая не реклама, я... Бля, ну, качество видео говно, честно говоря. Мне кажется, не кажется, а айфоны, как бы, того года снимали лучше. Просто эту камеру увидел уже у многих блогеров и, в общем, решил свой, как бы, оставить свой выбор, остановить именно на ней. Ну, вот смотрите, вот сейчас попробуем поблизительно, посмотрите, просто как она снимает, да? Как она фокусирует, так фокус держит, да? Вот, и сейчас еще хотел бы отдельно поставить на штатив и посмотреть максимальное приближение зума. Итак, вот я камеру установил... Баланс белого говеный автоматический. На штатив, видите, да, небольшой ветерок есть, но камера... Ну, ясно. Лучше посмотрим по-настоящему важные вещи от Сергея Симонова. Встреча с блогером Владом Савельевым. Да, это литерали мы запихнули тебе камеру в камеру, чтобы ты мог снимать, пока снимаешь, господи, даже под встречей Симонова и Савельевича первый видос в предложке про восстание народа Донбасса. Всем привет, дорогие друзья! С вами Сергей Симонов и канал Добра, и позитива. В сегодняшнем выпуске... По-моему, про Володю Медведя мы уже смотрели видос, да, как он говорил, что, типа, я приехал на твой род, ты же не вышел нихуя, Володя Медведь. Будет у нас такая встреча, да, коллаборация, так сказать, с одним из блогеров, московских блогеров, да, Владом Соловьевым. Вот, в принципе, я уже сейчас... Влад Соловьев. Сейчас подъехал. Савельев? Савельев, Соловьев. Я тебя перепутал с Володей. Друзья, комрады, подписчики и социальные зрители. Я Влад Савельев, вот, это Сергей Симонов, собственно, кто меня снимает. У нас с ним ни разу не было встречи. Значит, скажу так, что вот перед первым разговором телефоном меня человек вызвал только позитивные эмоции, я с удовольствием, как бы, согласился с ним встретиться, и мы, скажем так, буквально через день, буквально уже назначили встречу. Собственно, вот вы сейчас увидите нашу с ним беседу. Согласен, да. Ну, я тоже, знаешь, одно дело, вот мы сейчас как раз тоже за кадром, перед тем, как начать, как бы, сегодняшний выпуск тоже буквально там перекинулись парами фраз и сошлись на том, что нужно встречаться, нужно общаться, нужно обмениваться опытом, обмениваться какими-то своими мыслями, и я считаю, что я... Вот бы, конечно, сейчас организовать их встречу, вот, и подключить к этому донаты. Вот это было бы хорошо. Два, так сказать, старых друга, как и раньше, как старые добрые, просто исполняют челленджи, нарадуясь зрителям в сети интернет. Спокойной ночи, дракош. Всегда раньше говорил, что, в принципе, для этого сообщества под названием YouTube и существует. Ты согласен? Да, 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 как раз видеоблогерство, это как раз живое, живое, коммуникации, общение, встречи. Вот, и те, в принципе, наши подписчики, там, и, как ты говоришь, случайные зрители, да, вот, которые, в принципе, следят за творчеством Влада и моим, то есть был сделан так называемый пост в моей группе Добра и Позитива, где вы могли в течение сегодняшнего дня. Старые видосы андеграунда, пардок, но он их поудалял, я не знаю, есть ли они где-то еще. Но самое лучшее, лучше всего становление Дона Симона из Сергея Симонова, конечно, было показано в старых видосах андеграунда. Свои вопросы, как Владу, так и мне. Поэтому отчасти в течение сегодняшнего выпуска мы постараемся на часть самых интересных вопросов поотвечать немножко. Так что смотрим ролик. Это Е63, если я не ошибаюсь, да? О, Е60 у меня была тоже такая, давным-давно, правда, такого серого мышиного цвета, у тебя она черного. Перламутровая, вот, видно. Ты доволен ей вообще, нет? Я очень доволен, да, и даже, в принципе, до сих пор, ну, как бы, если бы даже, нет, если были бы деньги, я бы взял бы М5. В этом же кузове обязательно. А так... Мне, конечно, нравится, как Влад Савельев, будучи классическим, стремящимся пацаном своего времени, когда он дорвался до Бэхи, пускай и довольно неплохой, надо признать. То есть, она, типа, из этого века, насколько я знаю даже, вроде бы, да? Вроде да. Типа, меньше 20 лет, меньше 15, наверное, было даже на тот момент. Он же реально о себе во всех соцсетях в нике прописал, там, Влад, Влад БМВ Е60, и вот это вот, ну, короче, вот, когда пацан дорывается до Бэхи, он брендирует всю свою жизнь этой Бэхой. Вот, собственно, однажды мой друг продавал Лексус, старый такой, типа, пацанский Лексус, как был в Нитфоспиде, только не помню, в котором. ЕС-300, по-моему, или ЛС-300, ну, в общем, такой олдовый Лексус, и он продал Лексус чуваку, который работает пекарем, и чувак, чтобы отпраздновать покупку Лексуса, испек для себя печенье в форме логотипа Лексуса, вот. Ну, это пацанская традиция. Я, в принципе, доволен. То есть, раньше я менял машины. Да не, ну, в смысле. Те, кто не любят Бэхи, просто не может их себе позволить, наверное. В целом, как я понял, Бэхи, это реально топчик за свои деньги. Каждый год мне позволяли финансы. С некоторых пор у меня финансы... Она живая, удачные модели, реально нормас. У меня, в принципе, наверное, все друзья на Бэхах и ездят. Ну, те, кто живут там, где нормальные дороги. Те, кто живут в Грузии, ездят не на Бэхах, а на внедорожниках. Мне позволяют... Да я, в принципе, даже альтернативы-то не вижу этому автомобилю. Я вот все время забываю, что СЛС, что ли, Мерседес, как лягушка приплюснутая. Вот мне вот еще он нравится. Вот я бы еще на его поменял бы. Но, с другой стороны, уже многие подписчики, моя машина привыкли называть, как я ее называю, моим братом. У меня там было много роликов, где я даже сплакнул, когда она сломалась. Там, в общем, целая история. То есть, у меня вообще видеоблог строится на машине. То есть, я даже канал назвал Влад БМВ. А я видел, я видел, да. Ну, вот, слушай, как раз первый вопрос на эту тему и пришел. Когда думаете себе обновить транспорт? Ну, я так понимаю, это к тебе и ко мне вопрос. У тебя есть какие-то мысли? Транспорт на беговую дорожку. Да, или пока все устраивает? Я, честно говоря, в эту машину, вот она у меня сколько в пользование? Она лет... лет 7-8, наверное, она у меня находится. Ну, новый, что ли, купил? Она у него уже 8 лет была? Я ее брал с рук. Ей было тогда 4 года. То есть, соответственно, можно посчитать. То есть, она 2004 года, ей было 4 года. В 2008, сейчас 2014, ты хрен знает сколько лет. Я, может, 6 лет. 10 лет уже. А, 10 уже? Нет, с 2004, да. Откуда у Савельева взялись деньги на 4-летнюю Бэху? Да еще и М3. Очень приблизительно столько на меня в пользование. Я в нее дохренищий денег вложил. Подписчики моего канала знают, что мои пертурбации, все вот эти постоянные ролики, ремонт, всякие замены. То есть, у меня есть целый ряд роликов. Да, Бэхи не любят не из-за Бэха, а из-за тех, кто любит Бэхи. Вот, это важно разделять. А как машина, заебок, что? Расходы на ремонт БМВ. Ролики, у меня некоторые даже люди воруют эти ролики. Я на них жалобы даже подавал. И, кстати, Ютуб очень быстро отреагировал, кстати. Вот один чувак у меня взял два ролика по... Как раз я рассказывал про свой автомобиль, рассказывал. И вот он у себя на канале набрал по 20-30 тысяч просмотров на моих двух роликах. На каждом по 23 тысяч. Вот негодяй, а? Мудженируйте воровать автоконтент Влада Савельева и, типа, и зарабатывать на этом. Ну ладно, фигня-фигня. Потом, спустя год, что-то у меня как-то, думаю, блин, а какого фига? Я подолжал бы, то есть, указал источник, указал, как бы, оригинал указал. Ну да, просто очень много где в ВСЖ на бэхах ездят темщики и труп пацаны, которые набивают себе на руке my life, my rules и only God can judge me. Но в целом, типа, реально норм машина. То есть, они, как я понял, даже не на то, чтобы супердорогие, то есть, её вполне можно потянуть по обслуживанию, но при этом они, конечно, куда приятнее в езде в них, чем, в принципе, в среднебюджетке всякие. Сделку и в течение буквально суток или двух прям убрали, реально. Когда в YouTube ты обращаешься с какой-то просьбой другой, они тебя там очень долго будут пинать, то есть, очень сложно с ними о чём-то договориться вообще. А тут вот как раз и авторские права, конечно, они очень блюдут, очень... Вот, то есть, пока в ближайшее время я менять не собираюсь, потому что я повторюсь, я от тем отклонился. Я достаточно много денег вложил, чуть ли не стоимость этого автомобиля. Я его брал за 800 тысяч, продавался она за 850. Бля, так это ж... Это курс тогда был 30. Почти 30 тысяч зелени он за неё отдал. Блядь, она новая, по-моему, столько стоит должна, нет? Конечно, до, доктор Шварц, это 14-й год. Это ещё задолго-задолго до того, как Пидипай перешёл тот мост. За 800 человек меня обманул. Ну, кому интересно, может посмотреть меня на канале, более подробную историю. Интересно. То есть, я её брал не глядя, скажем так. То есть, я... Мне не хотелось её проверить. А, стойте, да, реально. А он разве не продал какую-то бабкину хату, чтобы эту бэху купить? Ну, это же реально прям, ну, большие деньги. 2008 год, 30 тысяч долларов почти. Я сел в машину, у меня до этого всегда были автомобили двухлитровые, это трёхлитровая. Я сел в машину, меня человек прокатил, у меня дух захватило, прям реально голова закружилась. Мне это очень понравилось, я сразу влюбился, плюс внешний вид очень красивый. Ну, слушай, а ты вот её с флагами уже брал или сам доделал? Нет, с флагами, конечно, нет. Это, в принципе, на любителя, да? И я, я честно говорю, если про флаги теперь, я не скажу, что я прям на 100% патриот. Ну-ка. Тут идёт... А, это флаг РФ. Я думал, он нарисовал эту, типа, полоску им третью. Сейчас-таки патриот. Мне меня это привлекло. 50 на 50 идёт. 50 на 50 сейчас как раз-таки ситуация с Америкой, то, что нас Америка гонобит со всех сторон, это моя, как бы, поддержка России, да. Вот это половина того, из-за чего я сделал этот флаг. Хотя, ладно, забыл. В каких цветах полоска М3? Наш, по-моему, тоже, типа, в цветах триколоры М3. Другая половина, это то, чтобы просто выделяться и чтобы как-то обновить машину, потому что я привык, меня машина сейчас я не могу... А, стоп, цветаж не в том порядке. Так, подождите, я сейчас... Так, цвета М3 идут... Ну, грузись давай. Да, ну, там... Голубой, синий, красный, да, это не цвета М3. Ну, пока себе это позволит. У тебя спереди, смотри, да, тоже флаги? Да, вообще была задумка, была задумка М-стайл. Знаешь, такой М-стиль? Конечно, да. Который идет через всю эту хрен... Но у Эрика, по-моему, да, в таком стиле X5 или X6, X5, по-моему, да. Да, X5M у него, да, в таком стиле, но, конечно же, там не российских, а к тому же оригинальные полосы Эмовские. Эмовские, да. Там фиолетово-синее, это такое. Я, кстати, буквально сегодня посмотрел обзор, он на Теслу делал, ну, бомба просто. Посмотрите, зайдите, просто обалдеть. Вот, и, собственно, вот эти полоски с двух сторон делались, блин, 4 или 5 часов делались, таджики мне делали в автосервис. Классический владелец BMW за 30 тысяч. Таджики мне делали. Я приехал к ним в 10 вечера. Да, получается, он буквально обменял Россию на шлюх. Прешил сэкономить? Нет, 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 я хотел днем, но они говорят, у нас поклещик только вечером. Ну, я думаю, ну, ладно. Еще я был там с товарищем, думаю, ну, ладно, посидим, потусим. И, в общем, это заняло 4 или 5 часов. В 2 часа ночи только мы выехали из этого сервиса. То есть, я даже хотел даже с крыши, чтобы, то есть, мне многие пишут, типа, что у тебя сербский флаг. То есть, ну, люди недалекие, думают, что у меня сербский флаг, хотя, с какого фига сербский флаг, если, с одной стороны, российский, прям ярко выжженный, российский приколожный. С другой стороны, говорят, сербский. Ну, это, наверное, троллик, как обычно. Да, мы не слышим никого. И я хотел сделать, пропустить через крышу. Но, учитывая то, что, опять же, повторюсь, я задолбался с ними там сидеть в их... Это пленка, да, у тебя? Да, это пленка, да. Какая-то, я не помню, как она называется. Приемовская, наверное. Задолбка была с ним в прежнем. Но у меня сил не хватило, больше я пока не стал. Тогда денег поднакоплю, я вообще, в идеале, я хотел бы именно эту машину сделать, либо золотой, либо хромерной. Я уже об этом говорил неоднократно в своем... Ну, конечно же, он хотел сделать ее золотой. Как Эрик Давидыч. Ближайшая мечта. То есть, как-то улучшить свой автомобиль, если не могу пока себе позволить себе другого. Понятно, ну, может, у меня потом купят. Бля, ведь... Ведь кто-то сейчас на этой бэхе, скорее всего, ездит. И, возможно, даже и не знает, на чьей легендарной машине он передвигается. Привет, Зандер. Вот эту. Ага. Спокойного микросна, инди-юниверс, на микротряпках. Нет? Нет, я шестую, шестую не нравится, но для шестой такой толстяк, мне кажется, когда... Ну, как раз будет повод похудеть. Ну, да, но я худею еще, да. Я слышал, два литра кола. Все, похудею, да. И шоколадки, да? Нет, ну, реально худею. Плюс там много гулять, реально, там много гулять, и ухудеть реально. Понятно, ну, ясно. Если я буду менять машину, я, наверное, скорее всего, либо на шестерку, либо на астономарте. Ну, астономарте... Да вот бы Мурк ее нашел, взял. Конечно, ввиду последних событий с ростом курса доллара и евро и падением рубля, пока все этот вопрос пока откладывается. А шестерку ты имеешь в виду тоже, понимаешь, шестую? Да, шестерка, новую. Да, и в 13, по-моему, да? Ага. А вот, слушай, следующий вопрос. Чувак спрашивает. Ну, тут про футбол, я не очень люблю футбол, честно говоря, но болею за какие-то матчи, ты как футбол? Футбол я ходил только с одноклассниками, один раз на матчи с Жемчужиной, Локомотив, и больше после этого я никогда не ходил ни на какие футболы. Я нейтрально отношусь к футболу. Ну, тут взаимно то же самое. Вот, Степан Чернов спрашивает. Сергей Влад, привет, обоих вас люблю смотреть, вы молодцы. Самый вопрос, где вы собираетесь провести Новый год? Ну, я на Маврикии, а ты? Я дома. Я дома. В Москве, понятно. У меня нет такого особенного планов, нет, я вообще как бы... Не планируешь ничего, да? Да, если честно, то я, вот по блогу, может показаться, что я такой-сякой, там, типа, там, катаюсь, что-то, там, пуляю, гоняю, вот, но я больше веду такой более домашний образ жизни. Конечно, когда меня кто-то куда-то зовет, я иду, да, и то есть, и компания подходит, там, если у меня настроение есть, время есть и так далее. Но Новый год, я считаю, такой домашний праздник, и, собственно, я дома буду его проводить. Да, честно говоря, я уже давно никакие праздники не отмечаю, даже, что я дераме, мне недавно был дераме, вообще никак не отметил. Ну, с прошедшим тебя, с нюхой, добра и позитива. Добра и позитива. Слушай, Ладно, тоже он же спрашивает, этот парень, с чего у тебя начинается утром? Ну, я так понял, что ты поздно встаешь, да? То есть, у тебя, получается, начинается вечер, с чего у тебя, да? Значит так, у меня всю жизнь, ну, не всю жизнь, где-то с 11 класса у меня начались проблемы со сном, с графиком сна. То есть, у меня график сломался, то есть, я полюбил компьютеры, то есть, я стал увлекаться углубленными компьютерами, посмотрев фильм «Хакеры» с Анджелиной Джоли и еще каким-то чуваком, не помню главную роль. Напишите в комментариях, что за чувак. Да, в общем, это был 98-й год, в 98-м году я закончил школу, а в 97-м году как раз я этот фильм посмотрел, просто я вдохновился настолько, что я этот фильм пересмотрел очень много раз даже, я не знаю. Что собрал команду профессионалов и начал заниматься в сфере информационных технологий. Сколько раз, и я захотел, типа, думаю, блин, чуваки занимаются тем, что им нравится, зарабатывают деньги, делают, что хотят. Все это там в этом фильме так классно преподнесено, там они катаются на роликах, как-то что-то там взламывают, от кого-то убегают. Там, не знаю, там любовь, там тоже самое, все это дружелюбно, там компания, у них тусовки, в общем, я как бы занялся компьютерами. У меня появился один знакомый, ну я у себя на канале рассказывал подобные истории. Вот, и, 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 и. И, собственно, вот после этого у меня график стал меняться, то есть я в школе стал сидеть по ночам, а когда институт начался, это вообще полный пипец. То есть я зачастую прогуливал пары, сидел прям полными ночами, то есть до 9 утра сижу, в 9 вечера просыпаюсь, даже иногда кровь из носа идет, давление скачет, там, ну, как бы, как бы, не предназначен человек для этого. Слушай, не могу не задать тебе реально вопрос. Давай, пожалуйста, практически любое вопрос. Доброе утро, Легувка. Через Швец из Готеборга, Серега говно 007, он же, ну, знаешь, да? О, да. Серега говно 007, кореш из Готеборга. Он реально просто, ну, я так понимаю, там смотрит твой блог, тоже ему нравится, и он в своем видео просил, и, в принципе, не скажу, что он меня просил, но я, наверное, озвучу его просьбу, да? Откликнись на его там комментарий, потому что я так понимаю, что он хочет, чтобы ты пропиарил его канал. Ну, значит, так, во-первых, привет, Сергей Гессу, я буквально прошлой ночью, значит, вчера я записал ролик о встрече с тобой, Серега, вот, после этого ночью я сидел, как обычно, там, ласточки попилил под утро, где-то в 6 утра, начал читать комментарии к этому видео, где я наносил встречу с тобой. Да, понятно. Я не забыл, к сожалению. Говорю, как есть, никого не хочу обидеть. Вот, и все. Буквально недавно, через какие-то там первые, вторые, третьи руки, то есть какие-то анкеты, я имею в виду. Ну, даже дошла информация, да? Да, осталось по анкетам и увидел, что у Сергея Гесса появился снова канал. И, собственно, я опять же на него подписался, снять у меня есть отдельный канал, где у меня где-то, ну, я, кстати, делал обзор своих подписок, у меня их там стоили 300 подписок, то есть отдельный канал, где я подписываюсь на различных видеоблогеров. Вот, и, кстати, Сергей Гесс, как бы, мне кажется, он не может утверждать так, что я никак на него не реагирую, потому что я ему дважды в своих видюхах, он мне писал в комментариях под моими видео, что-то там, привет, что-то делаете, что-то такое-то, два комментария я видел точно. И я ему, и я ему ответил, я ему даже ответил на этот комментарий, типа, что ты забросил свой канал, почему ты не боролся за свой канал? Ну да, я ему ответил. А дальше, я уже не знаю, как, чего, то есть я не против, мне этот человек симпатичен, вообще абсолютно никакого негатива не испытываю. Понял, и я еще добавлю, ну, как бы, добавлю от себя, потому что Серега Гесс, он же такой, он гирю тягает, там, 65 килограмм, там, не знаю, там, раз по несколько, да, и я, на самом деле, тоже люблю спорт, там, занимаюсь, хожу, и вот, чтобы просто вам реально было понять, да, вот, что такое 65 килограмм гиря, ну, вот, я ее могу оторвать, как бы, да, реально, от земли, но я ее не могу даже закинуть на плечо, это реально, это очень большой вес. И Серега Гесс, он, по-моему, говорил как-то в своих роликах, что, по поводу Будика, да, что он писал, вернее, один из подписчиков обещал спросить у Будика, сможет ли он толкнуть гирю 65 килограмм, и подписчик спросил у него у Будика, и он сказал, что да, Бадюк сказал, что 65 килограмм он дернет, но снимать не будет, значит, я эту тему тоже, как бы, знаю, и у меня есть общий знакомый, который знает Будика, вот, и дай бог, может быть, все получится, что я у него сам спрошу этот вопрос у Будика, да, вот, и я уже попросил этого человека спросить у Будика, сможет ли он записать, соответственно, вот, как бы, рывок. Да, у Симона реально в той эре почему-то, ну, как будто бы его бабка одевала тоже как бабку, поэтому он реально ходит в какой-то шубе, хоть и лакшери, но какой-то бабушачьей, в каком-то пареро, вот, и в какой-то шляпе дурацкой, до которой цветов только не хватает. Реально молодой и физически прям активный, в хорошей форме Симон почему-то в те годы реально ходил по стилю пенсионер-кор. Пенсионерка-кор даже, не пенсионер, а пенсионерка-кор. 65 килограмм, поэтому я как бы обещать не буду, вот, соответственно, я эту тему знаю, попробую тоже Сереге Гетсу, соответственно. И со странным отросшим хайером, то есть, ну, не фост не собирал, там, не как-то ненормально не зачесывал, просто какая-то уебищная отросшая корешка, которая вот так вот вборачивается. Сделать такой вот, ну, маленький такой подгончик, вот. Влад, я вот еще, знаешь, от себя чего хотел спросить вообще... Да, возможно, просто надевал самое дорогое, что было в доме, естественно, это была одежда ВВ. Такой простой банальный вопрос. Для тебя видеоблог, это что? Это сама реализация, это заработок, это всех волнует, потому что мне пишут каждый третий комментарий, он с этим связан. Сергей, зачем вам это нужно? Для меня сразу говорю, это хобби. Но оно приносит деньги, и почему? Это я тоже как бы не против. А для тебя? Давай так, перед тем, как я отвечу на твой вопрос, у тебя рука не устала? Ну, я меняю руки. Потому что можно поставить на крышу и снимать с крыши машины. Ну, давай, давай попробуем. Давай, извини, что я тебя полагаю. Нормально, нормально. Ну, вот видите, переставили мы камеру, действительно, это и правильно, чтобы мы все-таки были вдвоем в кадре. Да. Ну и что, спешим продолжить диалог. Так, на чем остановились? Ну, мы остановились на том, что про видеоблог вопрос был, да? Соответственно, для тебя видеоблог это что? Это средство заработка, средство самореализации или что-то еще? Опять же, ну, на всякий случай вставлю вставку, потому что многие мне будут потом писать, да Влад, и ты уже одно и то же все порешь, говоришь. Короче говоря, я уже у себя в видеоблоге делал подобные ролики, но теперь отвечаю на свой вопрос. Да, у меня во дворе ходит Дон Симон Скаре, а он любит мормыша, а он любит мормыша. Во-первых, это хобби, потому что, скажем так, у меня бывает часто свободное время, и его бывает много свободного времени. Живу я один, зачастую я живу один в большой квартире, мне заняться нечем, мне скучно, одиноко, скажем так. Вот, хотя мужчине признаваться в том, что ему скучно, одиноко, это некрасиво, это не по-мужски, но тем не менее я это говорю. Вот, и вот видеоблог, вот, допустим, прошлой ночью, я снял летсплейчик один, полчаса, второй полчаса, третье полчаса, все, блин, полтора часа уже прошло, и это хорошо. Надеюсь, они все по GTA. В принципе, это время убивания, это хобби, потому что мне нравится, я вижу то, что друзья вы, ну, вы не мои друзья, вы друзья, Сергей Гессов, но я думаю, вы тоже станете... Сергей Симонов. Ой, извини, 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 извини. Я даже, кстати, когда сюда ехал, я записал природность, ну, как бы небольшой ролик, и говорю, я еду на встречу к Сергею Гессову, блин, ой, какой Сергей Гессов, Сергей Симонов. Блин, это нормально. Вот, значит, и, в общем-то, это хобби, что еще, это просто, я, мне нравится проводить время за записью роликами, я чувствую, что я совершенствуюсь в этом, ну, в этом плане, мне нравится, чтобы как-то совершенствоваться в каких-то разных направлениях, в конце концов, это проявление творчества, потому что, мне кажется, какой-то степень я творческий человек, как мне кажется, плюс еще, конечно, да, заработок тут идет. Я не скрываю, я, получается, 15 тысяч рублей в прошлом месяце получил именно за свой канал, БМВ, 15 тысяч рублей. У меня есть еще канал, там, игровой канал, там, где-то, 600 рублей или 1000 рублей с него, но я его тоже развиваю. Нормально, что, дополнительные деньги. Да, да, да. Не, я только вкладываю свой канал. Вот сейчас вот будем МАК разыгрывать, потом сходка будет 5 декабря. Кстати, пользуюсь случаем, хочу тоже тебя пригласить, вот, если у тебя будет время, возможно, желание, приходи 5 декабря. А, не 7-го, да? Нет, 5 декабря в 7 часов вечера. А, вот я приказал. Мельникова, дом 7, там семерки все, и клуб целый называется. Ага, спасибо за приглашение, если получится, обязательно придут. Ну вот, я, в принципе, ребят, видите, у нас экспромт, и, в принципе, все вот лайф такой идет, да, я, наверное, сделаю следующим образом. Во-первых, оставлю ссылку на канал Влада, здесь, в описании под этим видео, то есть вы можете пройти по этой ссылке на его канал, подписаться на его канал и посмотреть вторую часть этого нашего сегодняшнего разговора, потому что реально очень холодно, вот на улице, да, нет? Да, закрыто, нет, закрыто. Вот, и, соответственно, ну, посмотрите продолжение. Если понравится контент, соответственно, Влада, welcome, подписывайтесь, будем дружить, будем общаться. Да, но заранее, извините, я перебиваю, заранее скажу, что мы, у нас концерты и видеоблогинга значительно сильно отличаются между нами. Почему? Потому что у нас, то есть у меня в основном, в основном, ну, те, кто меня знает, это у меня обжоры идут на еду, каждый раз, когда я худею, обжора становится все меньше, но они становятся на здоровую пищу. Дальше, периодически я делаю обзор автомобиля, который вы все хайите, минусуете и, в общем, нехорошими словами поливаете. Ну, и просто я импровизирую, там, все, что вижу, там, допустим, недавно зашел в автосалон, решил снять автосалон Шкоды. То есть у меня абсолютно разные ролики, бывает, я часто дурачусь. Вы не подумайте, что я, допустим, недавно снял ролик, выпал Ягуара, чтобы она свалился прямо на стол. Это же игра, грубо говоря. Конечно, да, я опьянел, но, как бы, я знаю, что людям нужно какой-то трешачок, иногда нужно внести какую-то стряшку, я считаю, что это людям нужно. В конце концов, аудитория Ютуба — это 13, 14, 15, 16 лет, как мне кажется. Ну, это, конечно, как у меня, у тебя, возможно, и старшая аудитория есть. Ты знаешь, я, да, я отвечу, наверное, тоже на этот вопрос, ну, как бы, да, такое свое ставлю мнение. Я с тобой согласен, что Ютуб — это, в принципе, полотенцевая бумажка вообще общества нашего, да, и в том числе молодежи. Вот, конечно, я постарше там, да, и меня иной раз немножко удивляют там некоторые, там, знаешь, какие-то непонятные высказывания, там, комментарии, как ты говоришь, там, хейтеры и все остальное, да. Но я прекрасно понимаю то, что все вот сегодняшние вот эти вот мысли молодежи — это некая культура нашего здесь вот пребывания в этой, как бы, стране, соответственно, в этом обществе, вот в этом поле, что ли, да. И, в принципе, есть тому, как бы, подтверждение. Но я не буду долго на эту тему, как бы, отклоняться. Я скажу лишь одно, то, что нужно быть добрее, нужно быть позитивнее, нужно смотреть вообще на жизнь, ну, как-то проще и стараться получить в каждом дне какую-то, ну, что ли, полезность, вот так вот, да. В принципе, вот мой канал, как бы, об этом, поэтому, ну, что говорить, это сами все знаете, да, прекрасно. Поэтому я хочу пожать мужскую руку, сильную, крепую, Влада, вот, пожелать подсветания твоему каналу, соответственно, ну, удачи и позитива, да. Спасибо, что организовали эту встречу, потому что, ну, я действительно рад тебя видеть, я не ожидал, реально, друзья, вот, я, как бы, не лукавлю, а вы знаете, что я в основном всегда говорю правду откровенно и честно. Пускай это правда бывает звучит глупо, пошло, некрасиво и так далее, но я говорю правду. Я самый открытый, меня травят за мою честность, за мою открытость. Видела то, что, кстати, пообщавшись с ним по телефону, а уж тем более, когда вот сейчас он рядом стоит, то есть у меня абсолютно... Мифы, я говорю, там многие что-то напридумывали, какой-то ерунды, я вот читаю, у меня просто вообще, иной раз просто волосы дыбом встают, я вообще не понимаю. Абсолютно нормальный, нормальный, адекватный человек. Вот, сейчас скажу тебе так. Ладно, не хвали, не хвали меня. Не, 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 наоборот, ты немножко, короче, если ты хочешь, вырежешь. Мне кажется, люди, почему многие тебя дизлайкают, во-первых, ты полез к Толяну, у Толяны там фигня какая-то постоянная. Они начали, а на фоне Толяны ты, как бы... Да, и они не могли просить. Очень разница большая, как бы, в достатке, скажем так. Да, я так живу, да. Дальше что? Да. Пускай там пошло, да, но ты вот так вот живешь, для тебя это правда. И для меня это правда, понимаешь? Для меня это правда, я ничего не скрываю, то есть, вот я открыт к общению, там, мне позвонили, поедем, встретимся, я говорю, не вопрос вообще. Вот, поэтому, ну, те, кто меня давно знает, в принципе, им это объяснять не нужно, да, то есть, у меня... Пацаны, мэрвышнуть надо, да, да. И канал, он, знаешь, как бы... Я открыт, я открыт. К предложениям, да, открыт. На то, чтобы показать и другую жизнь, понимаешь? Ну, в принципе, да. В том году, там, мы делали «Добро шагает по Москве», да, то есть, мы просто ходили... Я не говорил, это Володя Бумером, да? Да, Володя Бумером тоже, кстати, пользуясь случаем, хочу его тоже пригласить к себе на сходку, в принципе, он вроде бы обещал прийти, но вот пользуясь случаем еще раз тоже его приглашаю. И вообще всех вас приглашаю реально на сходку к себе 5 декабря, клуб 7, Мельниково, дом 7, реально, приходите. Все, ребят, я уже что-то подзамерз, а нам еще вторую часть с Владом писать, так что переходите по ссылке, подписывайтесь и продолжение следует, короче. В общем, да, подписывайтесь, подписывайтесь на него, ну реально, правда, нормальный человек, нормальный чувак, все. Какой я лебедь. Все нормально, беседа, без всякого понта. Родственник генерала-лебедя. Без ничего. Покедова, до новых встреч, увидимся в следующем видео. Все, чао, пока. Пока. Так, давайте немножко разбавим высокими технологиями. Тоже рекомендовали этот файл к просмотру. В принципе, дизайн превьюшки обещает довольно многое. Элитная игровая приставка. Ой, you get a fucking license for it, mate. Shop X7 Plus. Приятного просмотра. Игровой эксперт YouTube. Вот там какая-то дьяволица в кепочке New York Yankees. Вот бы эту фигурочку да в камджар. Подпишитесь на инстаграм и не забывайте. Да на что я еще должен подписаться? Попишите все ссылки в описании. Телега, телега, телега. Нас наподелим. Это пианинный кавер Киша? Да ебаный. В смысле? Внимание, ведущий этого видео не ругается матом. Внимание, присутствует ненормативная лексика. Он типа ходил по интернету и собирал все прероллы и вступления ютуберов из 2015 года? Еще одна заставка. Здорово, народ. Глобал на связи. YouTube канал Игровой эксперт. Так, меня хорошо слышно. Давайте прибавим микрофон. Прибавим. Только не надо кричать, пожалуйста. Не стучи ты по микрофону. Прибавим микрофон. Да, вот так вот слышно, все хорошо, все классно. Слышно, да, слышно, да, слышно. Дальше что? Дальше что? Случилось то, что случилось. Короче, сломалась видеокарта. Видеокарта сломалась, она не работает. Взял ее в офис. Сейчас я ее почистил, сменил термопасту. Есть подозрение, что ей хана, потому что здесь какой-то свет такой подгоревший, я вам скажу. Ну, что сказать. Видно, сам Бог велел купить видеокарту в 4090. Еще. Нам надо срочно. Короче, друзья. В общем, не смог выпустить начало видео. Не получается у нас видео каждую неделю, потому что, потому что сегодня получается, что? Получается у нас лето. Все идут отдыхают, веселятся, загорают. А я, блядь, как кретин, еще вам, чем бы вас пора взвлечь. Ну, ебала, согласен. Поэтому, поэтому я приняло решение, что будем снимать видосик. Вам сейчас не будет попут. Так что снимаем видосик один раз в две недели или один раз в месяц. На канале я буду... Это в лучшем случае. Тогда делать, знаете как? Я вот сейчас вот это вот выпущено на пусте для платных подписчиков, да? И плюс еще получается, я что сделаю? Я тогда, знаете, я тогда сделаю трансляцию, да? Трансляцию, да, трансляцию, нажимали колокольчик и ждали, ее не пропустили. Окей, окей, как-то сделаем так с вами. Вот, далее. С этим рассказал я, да? Рассказал, окей. Я вот просто, блядь, умру. Неужели придется ебать денег? Ну, правда, блядь, ну, жалко, сука. Ну, это дорого. В общем, дорого-дорого-дорого-дорого-дорого, но ничего страшного, ладно. Собственно, из-за чего весь СССР-Гор. Я вот так хочу домой сейчас ехать. Ну, я буду снимать для вас, да? В общем, игровая консоль заявлена как самая лучшая. Классная, стоит 2,5 тысячи рублей плюс-минус на Озоне. Если школьник, ты найдешь подешевле за полторы, то знай, школьник, здесь разные дисплеи. Здесь есть 4, 4, 3, 5, 1 и 7, 1. 7, 1 и 5, 1, это миксбук. Это дисплей, насколько он большой и классный. Я вам сейчас, в принципе, об этом все и расскажу. Насколько он большой и классный. И классный. А для начала, а для начала, я попрошу вас подписаться на наш телеграм-канал, потому что Global каждый день... Фактически выкладывает туда всю его жизнь. Дело Дона Симона живет. В телегу, игровой эксперт. Заходите в ссылках в описании. Я вот знаешь, я просто не особо понимаю вот этой всей ситуации, да? И ссылка в описании, переходите. Ты же знаешь, куда идти, правильно? Ну так идти и хули. Так, ладно, давайте, значит, поехали. Вот такая вот коробочка. Слушайте, я так неудачно свет поставил. Давайте я буду издалека, а вы, если что, можете убедиться. Вот такая коробочка, все на английском языке. Ну что, как мне камень-то сфокусируется? Слушай, она, наверное, не сфокусируется. Давайте мы, знаете, как с вами сделаем. Зайдем в свойства, зайдем в настройки, да? Настройки камеры. И вот здесь мы поставим фокусировку автоматическую. Вот. Смотрим. Нихуя ж. Да, поставь. Это нагнетающая атмосфера пианинного кавера на Киша на фоне. Ту-ту-дун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ла-лю-ла-лю-ла. Бля, я вам сейчас покажу топовый мемес на эту тему. Если, конечно, найду, вроде... Бля. Сейчас там просто реально офигенный прикол. Продолжение следует... Блин. Не могу найти. Ладно. Прикол, который Никита из группы Фил Фу Кирилл лично смонтировал, очень смешной был. Просто как раз именно про пианино и про эту песню Киша. Я думаю, я его смогу найти за почву в телегу. Давайте вот так вот примерно. В общем, вот такая консоль. Ничего умного не написано. Написано, какие бывают варианты дисплея. Видно, да? Дальше. Здесь тоже ничего такого. Здесь тоже. Ну, здесь написано, что консолями... Давайте я вам прочитаю, если прям интересно. Значит, дисплей на данной консоли идет у нас 5.1. Это у нас предпоследняя версия. Вот, видите, да? Да это стандартная отписка. Все они поддерживают многое. Можно прослушать музыку, все хорошо, все классно. Пиксели какие-то там, USB 2.0. И получается, можно подключать к телевизору. Спойлер. Нельзя. Нельзя подключать к телевизору. Не знаю почему, но к телевизору мы не подключим. Вот. Давайте, собственно, собственно говоря... А что, собственно говоря, давайте, собственно говоря, мы ее раскроем? Да, раскроем. Слушай, я вот сейчас посмотрю, здесь на 16 гигов. Да, вот разные разновидности. Цвета, цвета, цвета. Короче, вот такая коробочка. Видно, что бомбы никакой нет. Ее открывали в сока центра. Встречают нас. Вот такая вот консоль. Пахнет китаем. Вот консоль. Слишком близко все-таки поставил, да? Ну, тут написано, что игровая консоли на одной стороне, на английском, на второй, на пятайском. Ясно, да? Собственно, игровая консоль. И вот здесь у нас получается какие-то пробачки, да? Вот здесь у нас получается наушники. Получается лежат наушники. И в тишманский я их даже не отправил. Здесь у нас будет лежат USB, микро, обычный старый стандарт. И вот маленький такой кабель с шеком. Стройным, кстати, да? Раз, два, три, трехполосный джек. И получается тюльпаны. Тюльпаны самые дешманские, самые плохие. Ну, они очень тонкие. Это, ну, жесть. Все. Больше здесь ничего нету, да? Да, два, три. Шоку подогреть. Дальше, дальше, дальше. Дальше, собственно говоря, вот такая вот консоль на встречает. Знаете, если вы заметили, что это типа сделали с PlayStation B? Да? Видно? Видно? Видно, сенсоров сзади никаких нет. Ну, здесь у нас получается, получается, сама консоль. Не знаю, такая. Она очень легкая. Батарейка здесь не вставляется. Аккумулятор встроенный. Вот так она выглядит. Так, вот здесь у нас, значит, различные вариации. Давайте я вам, ну, перечислю я вам попозже. Я вам сразу скажу. Вот я ее нажал. Видите? Прилипла. Видите? Прилипла. Оп, отлипла. В общем, вот такая вот консоль сейчас поближе с ней познакомимся с вами. Поэтому, поэтому давайте смотреть, собственно говоря, да? А я вам прокомментирую. В общем, друзья, консоль 10 тысяч игр. С виду вроде классненькой. Хорошо, экран 5.1. Я подумал, что это большой. Понравится. Будет. Он ее менструальные чаши подпер, что ли? Конечно, да. Так сказать, когда у китайцев остались еще паленые стики от PSP, пресс-формы от Vita, но уже хайпует Switch, и поэтому не объединяют все это воедино. Мне понравится. Будет супер. Классно. Думал, что тут куча различных платформ, включая PlayStation, но, к сожалению, чуда не случилось. Из-за этих половин тысячи PlayStation здесь, разумеется, нет. Да, я знаю, что можно установить, и будет классно, будет хорошо. Я вот сейчас думал... Что там за аниме-опенинг начался на фоне? Будет классно, будет хорошо. Ну, насколько будет классно, насколько будет хорошо. А ты, кстати, подпишись на YouTube. Канал Игровой Эксперт, поставь колокольчик, дабы не пропускать эти видео. Да, эти видео. Глобал. Эти видео, да. Не пропускать, да. Не пропускать. Тебя ждет. Ну, что он сказал? Ну, давайте смотреть дальше. Ну, в общем, вот такая вот игровая консоль. Ну, что я вам могу сказать, выглядит она вроде легкая, но маленькая, я ожидала от нее больше. Пока ничего у нее заметили. Вот здесь на основной у нас получает, у нас получает слот для карты памяти. Это у нас громкость регулировки. Включение у нас так же, как полоска предыдущего видео, если не посмотрел, посмотри. Карты памяти нет. Два триггера, получается, справа и слева, левая и правая. То есть не четыре. Здесь никакого нет тачи. Здесь просто-просто-просто так вот. PlayStation Vita якобы, ну, на самом деле, нет. Дисплей убойки дерьмовый. Это вам споулер. В общем, ничего хорошего в нем нет. Споулер. Включается обычно нажатие вправо. Запускается, посмотрите. Вот и все. У нас включает первая. Battle City Contra, Crash Bash, Metal Slug. Первый игромарь. Иконки из этого, из Windows... Как он назывался-то? Не Windows Phone, который был относительно недавно, а типа Windows... Короче, другой Windows Phone, который был в нулевых. Вот оттуда иконки, на котором PDF-шки гоняли там. Обратите внимание, что дальше этого экрана никуда не идет. Внизу у нас есть игры. Внизу у нас есть игры. Установлен на Windows Mobile, да. Учается 12 игр, вот эти крышки, которые вы видите, это 12 игр. Я тоже думал, что она идет куда-то вправо, но вправо, разумеется, она не идет. Только-только-только вот эти вот... Сколько? А, 6, да? Получается, вот эти вот 12 игров. Думаю, можно еще закачать? Большая библиотека? Ну, конечно же. Кстати, Tekken 3 есть, поэтому какие претензии к PlayStation 1? Нет. Не знаете, что подсказывает? Нет, подсказывает, что меня обманули. Карта памяти, карты памяти нет. Кто-то вытащил карту памяти и отдал, наверное, обратно. Поэтому так обманули. Потому что я, как думаю, что игры должны быть на карте памяти, то есть лично. Смотрите, заходим, выиграет, да? Вот чекайте. Смотрите, как плохо, туго нажимается, как неудобно управлять. Зашел. Престарт, загрузка, настройки. Смотрите, я пытаюсь нажать, а она не нажимается. Смотрите, через раз. Намко, 2. Пожалуйста, PS1. Я не помню, но вроде и японская контора. CE вроде бы это... Ой, господи. CE это вроде бы... Ну, типа, была CE тоже. Но CE это вроде же это, нет? Типа, embedded. То есть, CE же, по-моему, как раз-таки на Dreamcast была. Типа, CE это специальная винда, которая на разные спецустройства заливалась. Настройки. Да, вот Windows Mobile это форк от CE. Вот. То есть, помню, CE была на китайских навигаторах. На всяких там этих наладонниках. КПК и вот это вот все. И на Dreamcast. То есть, я пытаюсь нажать, а она не нажимается. Смотрите, через раз. Намко, 2. Я не помню, вроде и японская контора. Прикину, advance. Нажимаю старт. Ах, лол. Окей, нормально наебунькали. Окей, ладно, да. Повелся, дурачок, блядь. Иконка Taken 3 запускает Taken Advance. Не, ну чё. Taken, как бы. Да, да, окей, окей. Выбираю. Жесть. Лицо прямо Nightmare Fuel. Жесть, пиздец. Я не знаю, вот, ну, посмотрите вы на нее. Ну, это пиздец, это без слез не взглянуть. Ну, тут реально претензия не к китайцам, а к намко, которые делали порт на Game Boy. Смотрите, блядь, ну. Это чё за тыкин-то такое? Я в такой даже не играл. Как сказал бы Кинеман, китайцы пидорасы. Ну, короче, кнопочки нажимаются, насколько вы видите. Всё тормозит, блядь, давайте мотанём. Вот, пожалуйста. В пайт. Справедливости ради, учитывая, что это игра с Game Boy Advance, вполне возможно, что она идёт в фуллспиде, просто она так, как бы, и должна идти. Жесть, кейкап оторвал случайно. Я не знаю, если тебе интересно играть на такой кассу, почему-то я думаю, что в твоём телефоне можно найти игру с графоном поинтереснее. Ну, Кэо, выиграем победу. Смотрите. Ну, так ты же специально купил ретроэмуляторный комбайн. Как сбоку, да, вот слева-справа, ну, блядь, блеск, блеск идёт, нельзя нормально посмотреть. Только надо ровно его держать, иначе свет. В общем, я скажу вам вот, первое, подписаться на канал, второе, подписаться на... У меня уже аллергия началась, на просьбу подписаться на канал. Телеграм, третье, подписаться на РК-группу, игровой эксперт, а также на бусте. Если ты хочешь школьник, классные игры, на них же купить. Xbox Аргентина, группа ВК, ссылка в описании. Заходи, подписывайся, покупай. Работает уже несколько лет, никого не кидает, никого не обманул. Покупай, включи там. Далее, друзья. Как вы поняли, что это игровая консоль полностью говно? Это ты увидишь где-нибудь игровой консоль на зоне на Алиэкспрессе, не покупай. Ну, это шляпа, это говно, это просто говно, вот его выкинуть и всё. Включается ли она, ну, блядь, я не знаю, ну, посмотрите, ну, вы мне что скажете? Вот это вот, это что? Лампочки, смотрите, вроде горят, они ничего больше не загораются. Посмотрите. Ну, по-вашему, что это? Это уровень, что ли? Ну, типа... Да таких консолей миллионы буквально. Смотрите, как сбоку, плохо становится видно, как отсвечиваю. Ну, кстати, у меня такое чувство, что там какой-то нищий IPS-ик, потому что, в принципе, экран, ну, типа... Цвета не плывут при повороте. То есть углы обзора нормальные. Давайте я вам ещё покажу. А, это старше. Короче. Как вы поняли, чудо не случилось. Вот, блин, это... KCAP F7. Приставка. Лампочки горят. Вот, пожалуйста. Вот такая вот хуетень. Короче. Чё хуетень? Игры вот только такие. Марио и всякая ебала. Всё, больше здесь игр... Ставь ты, блядь, карту памяти, загрузи другие. Нету. На рабочем столе, по крайней мере, да? Вот, сразу напомню, чтобы вы поняли. На рабочем столе нет никаких нахуй игр. Есть игры и здесь. Экран не сенсорный. Вот эта хуйня работает. Видите? Не работает. Зачем тебе налоговый стик в играх ГБА? Надо нажать, вот. Ничего, выглядит как тайный третий брат Гришенёвых. Кстати, реально, да. Поэтому, возможно, и играют пианинные каверы. Накиша. Фоном. Нажимаем вот так, нахуй. О, пошла. Ну, это ебала, правильно? Да. Дальше смотрим. Все игры, которые здесь есть, они находятся вот тут. Эта кнопка заедает. Вот первый вариант игр. То есть здесь у нас получается 10 тысяч игр. Вот. Список, каталог. Один из десяти... Это ж мноха-ихровка. Только не семи-ихровка легендарная, а десяти тысяч-ихровка. Ихровка. И вот это один из десяти тысяч. Все игры, получается, от Гэмбоя. Гэмбой Адваз, Гэмбой Колор, Нес. И всё, блядь. И всё. Ну, зато и десять тысяч, как бы. Вот ты сначала и эти десять тысяч пройди, а потом, как бы, другие закачивай. Смотрите, ну, шляпа, да? А во второй, вот этой теме, да? А во второй. Заходим в другие игры. Смотрим. Каталог. ГБА, Нес. Больше здесь нет ни-ху-я. Поняли, да? И вот мы заходим, и вот эти игры. Здесь девяносто девять игр. Здесь получается тысячу игр. А там они просто все вместе. Напиханы. То есть, ну, хуй-ти. Видите? У него ещё иногда эти интонации олдового снейлкика, который сидит в туалете и говорит. Ну, пиздец. Пиздец. Ну, пиздец. Я не могу. Не могу. Ну, 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 это же пиздец. Вы же все ебанутые. Да, реально, прошло 30 лет, китайцы всё ещё греют гоев на тысячу игр в одном. Ну, это пиздец, конечно. Это пиздец. Ну, смотри, блядь. Игры дерьмо. Настроек никаких нет. Заходишь в настройки. Как графику поставить? Как... 4К разрешение включить? Перезапуск игры? Блядь, я нажал, она... Я букв... Ты кедорас. Я буквально в прошлом году продавал такую родителям бедных детей. Ещё и за 4К было очень стыдно. Бля, ну, пиздец. Ну, за 4К, мне кажется, можно найти реально живую PCP. Типа, DS точно можно найти. Ну, с другой стороны, вопрос не к тебе, а к родителям. Собственно, мне тоже пришлось пару раз продать игровые охуительные приставки от Rhythmix родителям. Только как бы я им объяснял. Но, как бы, им было похуй. Не идёт. Смотри. Не идёт нихуя, смотри. О, пошла. Не идёт. Не... Получается так, Лезо. Ну, шо поделать. Не идёт. Не идёт. Не идёт. Теперь ты понимаешь, что такое импут лад и задержка. Из-за задержки она просто вниз не идёт. Смотри. Это же, блядь, какая должна быть задержка. Я думаю, там, на самом деле, просто резиночки ещё не разработаны. Тугие, юные, девственные резиночки. И, в принципе, ну, типа, оно должно там нормально нажиматься. Я не думаю, что оно прям не тормозит настолько сильно. Настройка, воспроизведение, пошаговая и всё. Давай поиграй, блядь. Давай поиграй. Ну, чё ты хочешь посмотреть, прям, качественное? Давай, знаешь, чё? Давай, давай. Да давай Mario, блядь, включим. Чекай. Так, перестапуск игры. Старт, нахуй. Старт. Кнопки же не будут работать. А, здесь тоже они будут работать. Давай, старт. Смотри, блядь. Ой. На, нахуй. Залипло. Чекай. Просто залипло. Отлипло. Вот тебе Mario, твоё любимое. Чекай. Вниз нажал, не идёт. Вниз нажал, не идёт. Сука. Как же сделать так, чтобы она вниз пошла-то? Так, потому что это Mario. В меню это выбирается не крестовиной, а селектом. Прикинь, вот. Нажимаю, не идёт. Ну, странно, Лезо. Бусти должен принимать, вроде. Нажимаю, не идёт. Может, это пойдёт? Тоже не идёт. Ну, это ебала. Это не приставка. Это знаешь, сколько стоит? Это стоит 2,5 тысячи практически. Это хуйня. О, экран тёмный. Подсветка не прибавляется. Input lag присутствует. Нажимать не буду. Надо прям вдавливать, чтобы прям классно было. Вдавливать. И вдавливать. Вдавливать. Всё, не вдавливается. Потому что, блядь, залипло кнопка нахуй. Отлипло, всё. Ну, это хуйня, ебать. Ну, это пиздец. Хуйня. Ты смотри. Ебать. Она сама отщёлкивается, смотри. Перебивка сепии, чтобы мы поняли, насколько же сильно он расстроен этой хуйнёй. Понимаю, Леза. Максимум понимания, ноль осуждения. Счастлива, лягувка. Счастлива. Я знаю, что не было звука. Я знаю, что я не нажал кнопочку. Говно. Вот правда, говно. Хотите, ещё раз скажу. Хотите? Давайте. Говно. Вот говно. На, нахуй. Родителям было похуй. Всё верно. А пятилетки верили, что это почти как свитч. О, господи, боже мой. О, 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 о. Господь всемогущий. Просто представьте современную пятилетку, которая приходит в детский сад или куда они ходят. В скибеди туалет свой приходят. Где есть дети, у которых легитимный свитч. И тут они достают свою вот эту вот залупу в китайскую подъёбку под виду с эмуляторами геймбоя из 80-х. Раскрашенную в цвета свитча и типа, о, у меня тоже свитч, у меня тоже свитч. Давай вместе играть. О, а ты не знаешь, как на моём свитче запустить Майнкрафт. О, ты не знаешь, как на моём свитче запустить Зельду. На твоём свитче, сынок, нельзя запустить Зельду. Только самую первую. О, блядь, кидайся. Я, блядь, я не могу. Я правда, товар шабл киноман. С этой игровой консоли, но она не играется. Она не нажимается, кнопка залипает, игр мало, PlayStation не нашёл, карты памяти в комплекте нету. Друзья, я думаю, я уже всё сказал и даже больше. В общем, дерьмо. А с вами был Лёха, YouTube-канал Игровой Эксперт. Справедливости ради, за её цену, учитывая, что он купил это на каком-то маркетплейсе, то есть это официально ввезено, заплачены все пошлины, все растаможки, логистика, хуистика, и с этого ещё продавец сколько-то заработал, и она всё ещё стоит 25 долларов. То есть я думаю, на Алике напрямую её можно взять, типа, ну за двадцатку точно, а может быть и за 15 долларов. И типа, ну за 15 долларов, ну нормас, там есть аккумулятор, там есть экран на 5 дюймов, скорее всего, реально IPS какой-то. Нераспроданная партия от старых планшетов, я не знаю. То есть, ну, как бы понятно, что мусор, как бы, с одной стороны, но 10 лет назад, и особенно 15 лет назад, подобное классоустройство стоило 100 долларов примерно. То есть, все вот эти вот обоссенные ритмиксы, которые были, ну типа, совсем говном, и даже, в принципе, ну, NES тянули иногда как-то хуевато, не говоря уже там хотя бы про Сеху, и там экраны были говнищем. Они стоили, блядь, не 20 долларов, не 15 долларов, они стоили там 50, 70, и под сотку стоила топовая модель. Поэтому, ну, в принципе, в принципе, типа, ну, за такие бабки, ну, ну, норм. При том, что я уверен, что проблема с кнопкой решается просто разборкой. Там, может, где-то что-то залипает, то есть, там немножко нужно подрезать где-то пластик, может быть, резинку эту, которая продавливает контакт. У меня, по похожей схеме, дома лежало 10 дисков GTA 4, и ни один из них не был настоящей четвёркой. Везде всякие крепкие орешки 4 и так далее. Папа, папа, почему моя зельда такая квадратная? Это коллаба с Майнкрафтом, сына, всё нормально. Ну, кстати, шутки шутками, это говнище запускает так-то хорошие геймбоевские зельды и божественную мини-шкэп с адвенса. И, в принципе, как бы, ебать. Если бы у меня в детстве был мини-шкэп, я, может быть, бы и вырос не Эджлордом, а Гушегеймером. Но, к сожалению, когда у меня был геймбой адвенса, как бы я про зельду вообще ничего не знал, про нее никто ничего у нас не знал. И, в принципе, игры, которые у нас продавались для адвенса, были реально какие-то каловые, блядь. Мне кажется, ни одного хита не то, что не поиграл на адвенсе за тот год, что он у меня был, я его даже не видел в продаже. То есть, реально крутых игр для геймбоя адвенса. Там, Кастельвания, Метроид, Марьева, Зельда, как бы. Лучшая игра, что у меня была для адвенса, это Doom 2. Которая, как бы, хорошая, только в плане, что впечатляешься, как бы, тем, что они смогли сделать, но, конечно, играть так в Doom 2 не то, что бы очень приятно. Не, мини-шкаф вообще божественное. 10 из 10. Реально просто охуенчик. Большая часть игр с адвенса в БСЖ это игры по мультикам. Но это уже было позже. Позже. Позже, да. Просто потом, как я понял, пираты все-таки получше освоили техпроцесс производства кариков на адвенса. Они подешевели. У меня адвенса был реально в годы его актуальности. То есть, когда адвенса еще был живой платформой, это самое начало нуля. По-моему, у меня был, типа, с 2003 по 2004, примерно так. У меня был адвенса. И главная проблема, что карики, сука, на него стоили дорого. Даже пиратские, они реально стоили прямо дорого. И поэтому у меня был, типа, один карик, который я менял, адвенсовский. И один карик был на хайхровка, типа, с играми от Colora. Ну, там хотя бы реально были, в принципе, нормальные игры. Вот я играл в основном в них. Потому что, ну, типа, даже поменять карик для адвенса, в принципе, стоило дороговато. При том, что, ну, до этого у меня было PS1. Вот я продал PS1. И, блядь, за гигантский набор PS1 я выручил денег, которые хватило купить геймбой адвенса с одним кариком. Да. Охуенно. Великолепный экономик. Великолепная бизнес-чуйка, с моей стороны. Вот. И, ну, на PS1-то диски стоили, как бы, ну, как грязь. И у меня, типа, их было, ну, по-моему, в районе сотки, в итоге, когда я продавал ее. И после этого, конечно, один карик для адвенса. И это был в основном всякий кал. Блядь, хотя даже... А, нет, я вспомнил. Я, не, вот... Одну игру нормальную прошел, Гарри Поттер. Вот та, которая, типа... Зельда-лайк. Один из Гарри Поттеров. По-моему, вторую часть я прошел. Ну, неважно. В общем, один из нормальных Гарри Поттеров, вот я его прошел на адвенсе. Дум пытался проходить, но это было прям, типа, ну, реально неприятный экспириенс, как бы. Как только заканчиваются там первые три уровня, которые ты знаешь наизусть, играть становится очень сложно. Особенно учитывая, что у него был адвенс без подсветки. Вот. И, в принципе, остальное даже и не помню. Ну, это, в общем, про то, что тогда, в целом, игр как-то для адвенса было не очень много. И, наверное, многие еще даже не повыходили хорошие. То есть, наверное, еще... Наверное, даже Метроид, может быть-то, да, там, если и был, то один, а не два. И GTA Advance точно еще тогда не вышло, потому что я бы точно, блядь, мир вверх дном бы перевернул, нашел бы себе GTA Advance, но, типа, нет. Я вообще был в шоке узнать, что, типа, реально на адвенсе GTA выходила. И на коллоре GTA выходила. Вот. Поэтому... Это потом уже, короче, когда пираты лучше освоили техпроцессы адвенса, они и карики удешевили, и, собственно, вот там были всякие многоихровки, и вот все эти бесконечные игры по мультикам для детей, и Advance, в принципе, был такая, типа, как детская платформа, более-менее дешевая. По сравнению с PSP. Вот. Но я-то владел Advance тогда, когда это была платформа для состоятельных господ. А, ну вот я вспомнил, я играл на GBA не в Spyro, а я еще в Crash играл на GBA. И хоть это считается, типа, неплохими играми, я дропнул, потому что я в Crash играл на PS1, и, как бы, у PS1-овского настоящего Crash'а к башне Crash сосет. Петуля, не тяни, не практишка, на канал ты, кляхи, загляни, игровой эксперт, всем добра, мира и любви. Охуеть, у него реально есть свой кастомный, картавый рэп-трек о том, что у него пиздатый канал, на который стоит подписаться. Как же он хочет, чтобы вы подписались на его канал. Классно, жду продолжения, интересно смотреть. Консоль отлично сохранилась и выглядит как новая. Есть новая. Ёбаный рот. Видеоэссе, Паша Техник, взлет и падение. Он ботов, что ли, закупает? Что-то эти комментарии выглядят подозрительными. 3000 просмотров, 21 комментарий, ну ладно, может быть, хотя, ну типа тоже хз, и типа, надо присмотреться к этой игровой консоли. Не ожидал такого качества за такие деньги. Консоль просто отличная. Блядь, он реально ботов закупает? Эту игровую консоль стоит испытать. Интересно. Спасибо, что познакомились с данной продукцией. Очень интересно. Мне очень нравится, так держать. Весьма низкая цена за консоль. Я даже купить захотел. Спасибо за профессиональный обзор. Супер, зачетная тема, хороший. Суперская игруха. Купил такую сыну еще два месяца назад. Думаю, у автора, кто такую игру придумал, она удалась на славу. Так что заходим и смотрим там много всего. Блядь, это реально какие-то боты. Ну даже не боты, знаете, как на бирже заданий. В общем, за три копейки загоняют школьников писать живые комменты. О! Автор. Тем, что начинаете настраивать во время трансляций, это не проба пера, а неуважение к зрителю. Ваш ролик 20 минут. Можно было не спешить и переписать заново, но качественнее без этих попыток зрителя и размышлений, почему плохо выстрелена там камера, плохая фокусировка и кто в этом виноват. Звуковая дорожка лучше сделайте потише, иногда навязчивый киш, и что-то там дальше иногда почти перебивает слова и бьется по мозгам. Задумка хорошая, но сделана халтурно. Лучше переписать, перезалить. Ролик выйдет короче, без рассуждений, кто виноват, и будет огненно. Ника Белик, 2682. Да вряд ли колдей. Он же говорит, что консоль кал. При том, что на самом деле реально не то, чтобы супер кал. То есть, ну, за такие деньги пойдет. так, прежде чем я потеряю голос, давайте еще что-нибудь глянем и, пожалуй, все. Самый популярный видос у него на канале. Самый популярный видос 3000 просмотров. Блядь, он походу реально жестко крутит канал. У него 12700 подписчиков, 553 видео, ебать. И самое популярное 3000 просмотров. Игра твоего детства? Sega, Dendy, Nintendo. И крутит в руках iPhone и Nokia. Игра твоего детства? Не, хотя бы, что, Saturn настоящий есть. Такие не скобчики. Atari 2600 даже настоящая. О! Давайте лучше караоке. Нахуй эти консольки. Потому что колдей, как всегда, к моменту, когда закончилась инцел-драма, уже не было времени на вдумчивый просмотр колхозника, поэтому он опять переносится. Лишнее бабло. Давай сюда. Ты базу по ASMR стримил уже или решил, что не слишком интересно? Не, пока не стримил, но мне кажется, это интересно. ASMR-драма в формате ASMR звучит хайпово. «Доброе утро, Олег». О! Не, ну окей, то есть, он все-таки легитимный коллекционер. То есть, у него там и Дримка есть, и Сатурн, и кинескопчик. Это скетч или что это? А, нет, летсплей. И обжоры KFC. Хэштег музыка. Хэштег конь, хэштег Россия. Бонни и Клайд, Настя и Леха, Ютуб канал Игровой Эксперт. Бах! Ты классный! Это хайп. Инстаграм, там крутые фото, спасибо. Игровой эксперт награды 7 тысяч долларов. Поиграем? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ОМГ. Логотип варгейминга, потому что ну конечно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Проклятый техновидос был вроде бы еще какой-то Спасибо Мистер Фримен про славян Ладно, давайте по быструхе Любфест и мы И дальше уже пойдем засыпать под видос Было ли восстание народа Донбасса Нет, Шабалдинский Я буду бороться Как я понял Ламповый вложик каких-то тянок Которые поехали на какой-то фестиваль Фестиваль Любф Фестиваль, на которых пускали только женщин по имени Любовь Сегодня моим освещением работает дед Все прекрасно Мы даже идеально гармонируем Всем привет Да, наступил день Точнее, наконец-таки какое-то видео появилось Давно влогов не было Начнем, наверное, с предыстории Все началось с того, что мы месяц назад посетили Акамару Фест Я была не одна, я была, естественно, с ней Акамару Фест это фест для владельцев Камара Где они показывали, как умеют кататься И ничьих планов не нарушать Все, естественно, ссылки я оставлю в описании под видео Либо можете вы увидеть сейчас QR-коды QR-код Ники и QR-код мой Все подробности можете узнать там Ну, не все, конечно, но эксклюзив точно У меня была цель снять влог с Акамару Феста И я уже вроде бы снимала процесс Но был такой очень переломный момент В период у меня, можно сказать, была такая легкая апатия Немножечко лагорание У меня вообще просто специальная батарейка была на нуле Мне не хотелось с ни с кем не общаться Ух И вообще никого даже не видеть В общем, влог у меня получился плохой Я уже скажу в мягкой форме И вообще вот просто меня ничего не устраивало Я была на самом деле тогда и недовольна с собой Мне ничего не нравилось И можно сказать, все плохо было Естественно, я потом решила немножечко отдохнуть для себя И уехала снова в Нижний Новгород Я не знаю, когда смонтирую этот влог, честно Я не знаю Будет он еще или нет, тоже вопрос на миллионы Естественно, до поездки в Нижний Новгород Я, естественно, приобрела билеты на другой фестиваль Это Любфест У меня давно руки чесались туда сходить Потому что вроде бы мне что-то там нравилось Вроде бы программа такая интересная И косплеи хорошие Ну так я думаю, живем один раз, можно и приобрести билет Естественно, я везла Нику с собой Купила билет И вот я вот все время думала Боже, неужели не будет разнообразия какого-то без обид? И вот наступает 27 июля, день Любфеста В общем, я еду на Любфест Всем привет Еду пока так Лучше бы, конечно, на Савенок-фест Конечно, своеобразная Когда еще обещали только 22 и дождя Сейчас обещают жару Пожинайте Привет, Павел Саныч Только пришел, контент увидел, конечно, специфический Вдохновившись своим карпапанком Заказал футболки с логотипом сербского Макси Аналогичные пятерочки В красной расцветке Показалось остроумным Спасибо, Павел Саныч Ну, выглядит, кстати, стилево 23 евро, правда Ебать 23 евро за футболку Да это еще и как бы мерч Или это не мерч Или это не мерч Это какой-то Нацистский символ Длхейс А, это штучное Чувак поштучно их продает Поэтому 20 Бля, 23 евро за футболку Это немало Доброе утро, Эпиктрол Моготип Базилевса Это просто рандом колдей Просто рандомная выгрузка 95 просмотров Просто рандомная выгрузка Фэлла Смертышный Потому что в 3.38 А какая уже нахуй разница Ничего не умереть просто Еду я сегодня Даже не еду А буду я сегодня адой И из оригинальной второй части Но немножко платье видоизмененное На самом деле у меня была идея Видоизменить немножечко платье И сделать немножечко под канон С основной, естественно, я взяла платье Которое у меня было на Тагучи прошлого года А парик у меня был с прошлого осеннего Дайказуку На некоторое время А может быть на себя Вот такой у меня сегодня Макийёж Я должна сейчас встретиться еще с Никой Через час И потом потихоньку Мы уже пойдем на лепест Кстати, Ника сегодня ешь Вот так вот Да я наверное Заглебала уже резидентом Да, заглебала Ну что поделать И вот мы наконец-таки с Никой встретились Короче, я наполовину в костюме Мне жарко Ну как нет На самом деле сейчас Вполне очень даже комфортно Как станет по планке я не знаю Потому что Передаю 30 грамм свою жару Вот и возможно Мы откинемся нахрен Потому что мне нужно поменять топ Потому что я типа Половину надела, половину нет Вот Сейчас, короче Встретимся с Адой Расплывадой Вот И поедем на пест Адой Расплывада Нужно посмотреть много чего Я очень хочу посмотреть на этот кефиле Которую прям надо посмотреть Вот Короче, глянем, что как вообще на этой песне Потому что мы ни разу там не были Вот Я потом наверное накатаю отзыв опять Надеюсь, мне все понравится Потому что я типа Ну, в таком Приподню там настроение Я сегодня наигрливом немножечко Мы встретились У нас сегодня Ада не Расплывада На удивление Она не Расплывада сегодня А чё я сразу Расплывада? Ладно, шучу Я на самом деле ее очень любя Но на самом деле тут оправдана Почему она меня так называет Потому что нет Это не из-за прохождения Купленого Ада Расплывада Тут на самом деле Немножко фактов есть Потому что я иногда постоянно куда-то ухожу И я даже никого не предупреждаю Мы переоделись Я шля Пока что У меня новый микрофон Так что ориентируемся на шум и прочее Но он по-моему я слышал шумоподавляющий Как мне писали Так что я надеюсь, что он будет нормально работать Оцени А, то есть это была не шутка в чате О том, что экономика Японии пошла по пизде в онлайне, да? Эх, почему не Китая? Не вымлук, look at this Look at this А поги А почему у нее нет розового Razer V3? Я вас спрашиваю Лёгкий ротик называется Разве Адочка Вонг в оригинальной двойке была в лосинах? С маня Чупа-чупсом А еще нас угостили Какая претестка От души душевного душа Человек, который касавил и занимал вот про мифиози Домашнего как-то другого Короче здесь будет картинка У нас это, у нас новый сказок Ну, кстати, да, раз обвалилась экономика Японии Значит, обвалится иена Значит, можно на Zen Блядь, надо будет на Zen-маркете закупиться Фоткали Шоп-контент Шоп-контент Ши-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- Ши-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш Сергей Здравствуйте, Даня Из Омьеро при НИilos Прямо из настоящей Америки, прямо из Кока-Кола и МакДоналдс. Очень хорошие. Последний раз я там была два года назад. И второе. Какие были разнообразные косплеи. Вау! Я никогда такого не ощущала. Это вот дико приятно. Тут тебе и по играм, и по старым, а не моим. Что-то на современном. Высота? А теперь я вам кое-что расскажу. А точнее, про свой косяк. Видите вот этот микрофон? Это так как этот новый микрофон, и я все-таки решила иногда пользоваться ими, чтобы хотя бы вам было приятно слышен мой звук. А для меня это все-таки какой-то опыт небольшой. Даже если неприятен звук, ну, простите, ребята. Ну, пора уже к этому привыкнуть, это же я. Вот этот человек? Фильм, игра. Я сидела вот с открытым ртом. Наверное, отчетение. Либо я отвыкла от боли. Ну, ладно. Я уже думал, другого, наверное. Посмотрим напоследок. Дисторея. Наларина и Хованского. И, пожалуй, пойду я отхиливать свое... Горлышко. Господи, я такого худого Хованского и не узнал даже. Что это за фотка фут-фетишизма? Сила Уткину засадила, после поменялись ей сила. Оу, я знаю, это не сон. Парочка так любит играть с простатой, словно в Xbox. Это понятно без слов, ведь они будто гелор. Делают вид, что лишь в искусстве дело, но тут любовь. Всех дисс и треки тупо нечий. Сварин, ты же называл хип-хоп музыкой. Ультер меньше. Что случилось? Стал известен, изменил своим взглядом. Без дыр я напичкал тебе рядом, сердце не умрешь. Сварин, как Близзер. Кабанс, я очнись, ты же комнатный гансер. Алкоголик, свин, жирный клоун, как Красти. Кричу нахуй их. Я никто, но знай праздник. Будет на Майстрит, когда топ-займукласски. Кручу игру, как колесо, пока ларин под колесом. Пока Хованский под пивком, пока есть мазом. Иди в топ, меня нет дома, я никто. Но эти гомики лишь, но я разжигаю. Их огонь в пукане, как горящий бон. Кручу игру, как колесо, пока ларин под колесом. Пока Хованский под пивком, пока есть мазом. Иди в топ, меня нет дома, я никто. Но эти гомики лишь, но я разжигаю. Их огонь в пукане, как горящий бон. Люди после скажут, что я хейтер бездарь. Хайпажор, ну иди нахуй, твой кумир не вежда. Этот сноб лишь хочет хайп, а будто киддинкэша. Но я ставлю унтиматум, хован в дымке, свечка. Да, кстати, ларин, братик, ты ведь тоже не лучший. Ты облажался в реформате, дураков жизнь не учит. И ты все так же лезешь к хайпу, приготовь свои ручки. Я отрублю их, как Нубсайбот, суду кровь будет, сучка. Не перебежать тебе... С каких-то пор Нубсайбот кому-то что-то отрубает. У него нет оружия. Да, именно потому что цветовая схема что-то явно провокационно напоминает. И в то же время встречается повсеместно, заставила расщедриться. Буду носить с берцами и курткой Херрингтоном. Ну тогда уже не Херрингтон, а если с берцами, то как бы... Светлые джинсы, ботяжки и бомбер классический. Спокиноки, Павел Саныч. Эти такты, ты дуралей, этот рис не оправдал. Только грибы, немножко травки, вон, гетухи, сничтожил. Он так-то, от ничего нового снова укрался. Это убога, так будто бы гансэш, что сидит дома там, С криками хасли в клепах, он богат. Ах, Хованский! Эта жизнь, будто танец со смертью, А эти двое этажи, я пролетаю, как в мерчах. Я здесь боинг, не рушим, за год сверстаю все мечты. Они в застое, как бомжи, дялись крови на месте. Сучу игру, как колесо, пока ларин под колесом. Я уверен, этот диск действительно разжег огонь в пукане Ларина и Хованского. Как же они, конечно, бомбанули. Ну, к мартачаху, ну, псайба, да есть оружие. Ну, ладно. Ладно, дорогие мои дорогие, спасибо, что были со мной на этом еще полубольном поточке. Пойду отхиливаться. Но у меня для вас важный анонс. Мало того, что следующий поток состоится на неделе, вероятнее всего, в среду. Так, это будет непростой поток. Это будет поток совместно с Антоном Филиновым. И мы вдвоем, в два ствола, так сказать, будем читать тот самый легендарный мод на бесконечное лето, бесконечный холод. Так что не пропустите, дорогие мои дорогие. Ну, а сегодня что я вам хочу сказать? Не бывает некрасивых и неподходящих женщин, старых, пьющих, курящих. Бывает недостаточное желание лишиться девственности в 35. Поэтому, так сказать, вы знаете, что делать, особенно если у вас есть двухкомнатная квартира и пускай даже нет машины. Зовите женщин, окрикивайте их в торговых центрах, знакомьтесь с бомжихами, приглашайте их играть в бордель, господи, в бильярд. В общем, любой ценой можно даже не бесплатно, а за бетабакси в стоимость пюрешки, а точнее даже не пюрешки, а компотика в столовке. Ну, а на этом все. See you, так сказать, around, дорогие. А, и, конечно же, катайтесь по городу, ничьих планов не нарушайте и слушайте в вашей BMW бессмертные хиты. Я даже напомню, чтобы вы просто как бы помнили, что нужно делать. Как это должно выглядеть? Иван, хотел поблагодарить тебя за эмоции, которые подарила твоя прекрасная песня. Замечательное произведение, душевное, вот езжу второй день уже по городу и на повторчике то, что ты сделал. Поэтому... Поцелуй. Чего, чего? Невинный поцелуй вместо жесткого потраха. И больше не балуй, так сказала деваха. Ведь все за бубланов, а мы все тут эстеты. И что, что ты герой, терпи. Узелок загруженный поцелуй, называется пейтинг. Ты больше его хотел, извини, у нас рейтинг. Гениально. Гениально. На этом оставляю вас легенды Ютаба. И всего хорошего.